Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 октября 2016 года среда По одному из старинных 29-й день месяца божественного начала 7525-го лета четверик Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме День богини Рожаны и автор-соведущий Дарислав Стариков Здравия тебе, Дарислав! Здравия, дорогие друзья! Здравия, Алексей! Рад вас приветствовать в эфире Народного радио Рад с вами поделиться знаниями, информацией Которой владею и которой владеет наша община Вот, поэтому Приглашаю также на праздник День Рожаны Он у нас хоть и проходит общинно Вот, и мы едем там на больших машинах далеко в тайгу Но все равно желающие всегда приезжают и участвуют с нами в этом празднике Интригующе прозвучало Едем в тайгуды на больших машинах Приезжайте Давай так начнем По порядку все разложим Значит, первое Наверное, кому-то надо разъяснить Что это такое или кто это такая богиня Рожана Почему ее день празднуется Какая функциональная обязанность на ней возложена богами Или какую она на себя взяла И так далее И тому подобное И доберемся, наверное, уже потом до больших машин, которые идут в тайгу Вот, и по порядку сначала Ну, я с тобой согласен Вот Как правило, у нас с тобой в эфире всегда получается диалог То есть, когда мы дополняем друг друга Поэтому я сейчас изложу то, что знаю я Потом добавлю Краткую концепцию, да? Сейчас я изложу краткую концепцию Да, именно так Значит, богиня Рожана В нашей культуре Это богиня, которая управляет силой проявлений в явный мир То есть, помогает рожать Она покровительствует беременным женщинам Она покровительствует хлеборобам Которые засеивают рожь Она сестра бога рода И празднуется ее праздник по нашему календарю По современному календарю Вот в это лето Попадает на 28 октября То есть, это осень Также богиня Рожана Является покровительницей чертога щуки На круголете числа бога И, как вы знаете У нас очень много информации Зашифрованной в сказке И если вы посмотрите наши сказки Где участвует рыба И участвует щука В том числе То вы Заметите, что это сказка про Емелю Это сказка про Ивана Царевича Это сказка про золотую рыбку Какую роль выполняет в этих сказках щука? В сказке про Емелю щука Помогает ему воплощать И материализовывать его желания И его мечты По щучьему велению По моему хотению В сказке про Ивана Царевича Щука помогает достать ему Яйцо, которое упало в море океан Если, опять же, обратиться к нашим сказкам То море океан Всегда представлялся наовный мир То есть, это древняя легенда Которая гласит о том Как Тарх, Дашбок Разбил Луну И разбил оплот Кащеев Которые на ней обосновались И вот в сказке как раз этот момент и прописан Что Одна из версий данной легенды Гласит, что Они спрятали Луну в иномире И именно сила проявления в явный мир Помогла Тарху Вернуть Луну обратно И уже разобраться с Кащеями То есть, это Богородица Которая помогает нам Воплощать и реализовывать наши Идеи и мечты Проявляя их в материальный В явный мир То есть, женщина Беременная женщина Которая проявляет чада В явный мир Это наиболее образное понятие И понимание того, что происходит Но в нашей традиции и культуре К рожане обращались Не только беременные женщины К рожане обращались Все созидатели Которые так или иначе творили И созидали в явном мире Проявляя те или иные идеи Задумки, образы В явный мир И в нашей культуре и традиции День рожаны День богини Богини рожаны Он как раз идет В круголетие Мы вот на новолетие Когда у нас был эфир Перед новолетием Мы как раз упоминали Этот момент, что Новолетие Так как мы считаем себя Созидателями, творцами То есть, мы постоянно Что-то воплощаем В явный мир Реализуем Идеи Свои мечты Желания Задумки То есть, мы совершенствуемся В явном мире Именно в плане созидания И материализации Идей То на праздник Новолетия Мы подводим Итоги прожитого лета И предоставляем Предкам План Того, что мы будем Реализовывать В следующем лете И естественно Чтобы реализоваться В новом качестве Необходимо Переродиться То есть Старый должен умереть А новый должен родиться Эта инициация Известна во многих народах И во многих культурах И в том числе И в нашей И на день рожаны Как раз это и происходит То есть, женщины На этот праздник У нас освещают Чрево У матушки рожаны Потому как Именно она Своей силой Освещает чрево И помогает Зачинать Детей Дети Зачинаются Выращиваются Взращиваются Внутри в утробе Рождаются В явный мир И продолжают Своё совершенствование Но ведь и наши идеи И мечты Они точно так же Посеиваются В наш разум В нашу душу Как семена Они И какое-то время Там трансформируются То есть, они там созревают Возревают Мы обдумываем планы Мы думаем Как это реализовать То есть, если вы решили Построить дом То сначала К вам приходит Идея То есть, что нужно Построить дом Потом вы начинаете Внутри Этот образ Он начинает Обрастать у вас Всякими идеями Вы начинаете Создавать проект Этого дома Как он должен Выглядеть Что в нём будет Сколько будет в нём Комнат И потихонечку Он у вас Внутри зреет Он вызревает Как чадо В утробе матери Затем происходит Момент Когда вы Его Рожаете И это Именно так Называется Именно Родить То есть Проявить Его В явный мир Вы сначала Проявляете Его на бумагу Затем Вы собираете Материалы И начинаете Воплощать его Уже физически В том Образе В котором Вы его Изначально Проявили На бумагу То есть Процесс Зачатия Вынашивания И рождения Он Идентичен Во всех случаях Как с ребёнком Так и с вашими Идеями С вашими Задумками И Если вы Решили То есть Вы вот до этого Работали на кого-то А здесь вы решили Стать предпринимателем Предприниматель И Работник Живут Совершенно Разными Критериями Один Просто Хороший Исполнитель Который Не берёт На себя Ответственность А другой Полностью Берёт На себя Ответственность За всё Что он делает То есть У него Головной мозг Совершенно По-другому Работает Совершенно По-другому Текут Мысли Распорядок Дня Другой То есть Всё по-другому Соответственно Работник В нём Должен Умереть А родиться В нём Должен Предприниматель И вот Именно На праздник Рожаны Мужчины Едут На обряд Перерождения Когда умирает Один Рождается Новый Обновлённый И В этот момент Многие Даже берут Имена Которые Соответствуют Данной Реализации Чтобы имя Его качество Усиливало Данные Вернее Усиливало Данные Качества В этом человеке И помогали Быстрее Ему Реализоваться В новом Качестве И реализовать Новый проект Есть что Добавить Нет Внимательно Слушаю Внимательно Слышишь Вот Поэтому Рожана У нас Почитается Наравне С Высшими Богами Покровителями Такими Как Рот Лада Макош Перун Велес Сварок И Мы Вот Каждый год Мы ездим На Щучье озеро У нас Оно так и называется И на Щучьем озере Тоже Это считается Одной Из пяти озер Как раз Муромцевского района Кунева Ленева Щучье озеро Данилова И у него Очень интересная Природа У этого озера Во первых Оно такой Прямоугольной формы И С одной Стороны Берег Напоминает Плавун То есть Там лес Но Когда ты Приходишь На берег Если прыгнуть То Гул расходится По По Окружности То есть Видно что На Земле Под Вот этим Плавуном Нет А как Мы знаем Матушка Рожана Она Как раз И Находится Между мирами То есть Между мири И Храму Ее Тоже Между Мири Находится И Вот Именно На этом Месте Мы И Отмечаем День Рожаны Там У нас Читается Праздничное Славление Там Женщины Проводят Свой обряд Освящения Чрева И Потом Уже Мужчины Идут На Перерождение На На берег И на На щучье озеро Вот То есть Рожана Матушка У нас Присутствует В праздниках В В сказках В наших Вот То есть Если человек Вышел Вот Стал Именно Определился Что он Созидатель Хотя Любой человек Является В той или иной Степени Созидателем Все равно Мы Живем Мы всегда Что-то Делаем Мы реализуем Всегда Какие-то Проекты Просто У одного Проекты Одного Масштаба У другого Другого Масштаба И конечно же Наши предки Всегда были Тружениками Созидателями И Рожана Почиталась У нас Всегда На Равне Как я уже Сказал С высшими Богами Покровителями Вот Ну вот Вкратце Что Я хотел Вообще Сказать Вот Но вот В наших В нашей традиции Ярче всего Показано было Именно на примере Беременных женщин И на примере Проявления Чада В явный мир Вот Но Рожаем Мы Зачинаем И рожаем Не только детей Все наши идеи Они точно так же Внашиваются Рождаются Вот И если брать Наше Лето То оно у нас Только началось И человек В самом начале Обращается К рожане За проявлением Вот Своей реализации Своего образа Перерождается В нем И дальше У него Ему Другие силы В процессе Круга Данного Лета Помогают То есть Эта идея У него Вынашивается Значит Зиму То есть Зиму он Обдумывает Как Лучше Сделать То есть Формируется У него Образ Вот На Калиду Рождается Ерила Солнца Новый А Ерила Солнце Как правило У нас Отвечает За творческое Проявление За творческое Начало Вот За душевные Силы И В этот момент Человеку Начинает Рождаться Внутри Уже Именно Сила На проявление Данного Проекта Далее Там Зимний Перун У нас Очищение Укрепление Духа И Красногор Масленица Это уже Проявление Образа В явный Мир И вот Когда Некоторые Спорят Когда правильно Празднуют Новое Лето То я Вообще Не вижу Здесь Каких-то Особых Противоречий Каждый Празднует Начиная Со своего Праздника Свой цикл И На Красногор Масленица Это уже Разгар Проявления Того проекта Который Был задуман На новолетие Осени То есть Уже Яровое Вернее Уже Азимая Пшеница Начинает Сходить Она Начинает Прорастать Вернее Она Проросла Она Под снегом Лежала Начинает Набирать Силу Вот И Соответственно Все процессы В природе Просыпаются Начинает Набираться Силой И Подходя Уже К Купальским Праздникам Это уже Полное созревание Того образа Который Вы Запланировали И Соответственно К Завершению Лета Получение Результатов И Итогов Подведения Материальных Итогов Да Вот Так что У нас Вот Матушка Рожана Вписана Вот таким Вот образом В В Наш Круголет И Если Говорить О том Что В нашем Значит Организме В нашем Теле Есть Проявление Всех сил Которые Есть Во Вселенной И Боги Покровители У нас Управляют Теми Или иными Силами Во Вселенной То есть Если брать Например Семарг Логни Бога То Он Не Есть Огонь Вот Есть Стихия Огня Во Вселенной А Есть Семарг Логни Бог Который Управляет Данной Силой Данной Данной Стихией И позволяет Нам С ней Взаимодействовать Поэтому На праздниках Прежде чем Ходить по Углям Мы обращаемся К Семаргу Огнемогу Дабы он Позволил Нам Взаимодействовать Со стихией Огня Если Если мы Этого Не Сделаем То Есть Вероятность Обжечь Ноги Потому Что Стихия Не терпит Понебратство Сварок У нас Управляет Явным Миром И Если Брать Например Проявление У нас В Физическом Организме Какой Центр Силовой Или Какая Чакра У нас Отвечает За Управление Явным Миром Это Конечно Живот То есть Живот Является Высшим Из Трех Материальных Центров Исток Зарод И Живот И Поэтому У нас Праздник Сварога Семаргла Отмечается В один День Потому Что Считается Что Сварог Это Небесный Ковал Он Управляет Вселенским Огнем И В нашем Организме Именно Так И Есть У нас В животе Живот Является Таким Генератором Огня И силы Именно Живого Огня Земного Огня Вот Если Солнечное Сплетение У нас Является Небесным Огнем Ярила Вот А Сварог И Живот Является Огнем Земным Поэтому Когда у Человека Его Генератор Работает Хорошо Он Не Мернет Хорошо Себе Чувствует Он Здоров Бодр И Может Трудиться В полную силу Как только Его генератор Выходит из строя По каким-то причинам Он начинает Мерзнуть И Теряет сил И вот Каждый Из Богов Покровителей У нас Управляет Той или иной Силой Во вселенной И все эти силы Представлены У нас В нашем Физическом теле И Даже Конкретно В физических Органах Если брать Например Велеса Велес У нас Стоит На вратах Междумири То есть Он Стоит И охраняет Врата В сваргу Небесную И если Вы посмотрите На своем Организме Где это Место Находится То вы поймете Что это Усти Это Уста Именно там Стоит Велес То есть Велес У нас Отвечает За всю Иммунную Систему За Кожный Покров И Поэтому Когда Вы Энергетически Наберетесь Чужих Мыслей Мыслеформ Энергии Всяких Тех Которые Ваше Поле Душевное Не может Переварить То у вас Начинают Бежать Сопли Болеть Зубы Вы Начинаете Кашлять То есть Все это Проявляется Именно Здесь В устье Перун Батюшка У нас Отвечает За Чело За Третий Глаз Как его Еще Называют То есть Это Проявление Это Просветление Это Озарение Это Сила Воли Это Мудрость То есть Здесь Его Центр Рожана Матушка У нас Управляет Силой Материализации И проявления В явный Мир То есть Это Получается Если брать Головную Голову То есть Головной Головной Мозг Или черепную Коробку То У нас Есть Центр Родник Он Находится Прямо У нас На лобном Месте То есть На самом Верху Дальше Чуть ниже У нас Идет Рожана То есть Именно Вот здесь Происходит Концентрация И Созревание Образов И их Проявление Материализация В явный Мир Потом Уже Ниже Идет Чело И вот Таким Вот Образом У нас Каждому У каждого Бога Покровителя Есть Место На физическом Теле Которое Проявлено И сила Сила Наша И сила Вселенская Вот в идеале В здоровом Человеке В гармоничном Они Всегда Звучат Внесом И Человек Обращаясь К высшим Богам Покровителям Он как раз И настраивает Свою внутреннюю Вселенскую силу Вернее Свою внутреннюю силу Вселенской силой И Даже Кумиры Если они Правильно Сделаны Почему Сейчас Очень много Мастеров Которые Сотворяют Кумиров Вот Но В основном Это Резчики По дереву Вот То есть Да У них Есть Определенные Навыки Резьбы Они Умеют Вырезать И даже Есть определенные Каноны Сотворения Кумиров Вот Но Я Много лет Занимаясь Сотворением Кумиров Мне Вот В свое время Передали И потом Уже Я взаимодействую С высшими силами Это Понял Осознал Что Кумир Он является Частью Проявленной Частью Вот Данной Материальной Данной силы Вселенной То есть Если это Перун То Кумир Перуна Он Как Ретранслятор Его силы И даже Если Вот он Стоит Просто На родовом Алтаре И человек К нему Не обращается Конкретно С Славлением То Сам Кумир Он Вибрирует Так Что У Человека Отклик Идет В его Физическом Теле На уровне Чела Или на уровне Третьего Глаза То есть Функция Кумиров Она Не только Вот Визуально Представлять Образ Божественный Но Настоящий Кумир Он Сотворяется В потоке В божественном И является Частью Этой Божественной Силы Так же Как Кумир Рода Кумир Перуна Кумир Лады Матушки Сварага Макоши То есть Все кумиры Если они Представлены На алтаре Даже по Девяти Центрам Нашим Они уже Человека Автоматически Настраивают И автоматически Включают Активируют Гармонично Все его Девять центров Которые Должны Гармонично У него Работать Потому что Каждый Из центров Отвечает За свои Качества В человеке Какие-то Отвечают За инстинкты Какие-то Отвечают За совесть За творчество За связь С предками За дух За силу Воли И Вот Рожана Матушка Она у нас Как раз Тоже Представлена На алтаре И она Ее кумир Ее образ И ее Божественная сила Помогает Человеку Реализовывать И материализовывать Мечты Цели И Образы И вообще Если брать Вот Наш смысл Нашего существования На земле В явном мире То Основной смысл Это Научиться Материализовывать Образы Потому что После того Как мы уйдем Из этого мира Когда Мы сформируемся Полностью Полностью Формируется Человек Не за 50 лет И не за 60 Круг жизни У нас 144 лет То есть 150 лет Примерно 50 лет Идет на Формирование Физического Тела Потом 50 лет На очищение На формирование Душевного Тела И потом 50 лет На Оформление Кристаллической Структуры Именно То О чем Говорят Что это Дух То есть Формирование Вот этого Духовного Начала Духовной Основы Которая Сможет жить Самостоятельно Уже без Физического Тела В другой Мерности В другом мире И Задача Наша Именно Формирование Вот этого Очищение Души Формирование Духовной Основы И Когда Мы Находимся В явном Мире У нас Есть такие Инструменты Как руки Как голова Тело С помощью Которых Мы можем Созидать Но представьте Что вы Лишаетесь Физического Тела Что у вас Останется Как вы Сможете Жить В другом Мире И как Вы в другом Мире Сможете Строить И созидать Если у вас Нет физического Тела У вас Останется Если вы Научились Материализовывать Образы В явном Мире У вас Эта способность Останется И там И в следующем Мире Вы будете Точно так же Созидать Но в другом Качестве В другой Реальности Но способность Созидать И мыслить У вас Останется И эта способность Мыслить И созидать Она Именно у нас Здесь в явном Мире Формируется Поэтому такие Поговорки Как Семь раз Отмерь Один раз Отрежь Говорят о том Что нужно Учиться Формировать Образы И вся Наша жизнь Она построена Именно на том Что мы всю жизнь Учимся Реализовывать И материализовывать Образы И вот как раз В этом деле Незаменимую помощь Нам оказывает Матушка Рожана Помогая И управляя Силой Проявления В явный мир И силой Материализации Хорошо Давай уточним Для тех Кто еще Не очень хорошо Может быть Разбирается В наших преданиях В каких-то Тонкостях Прозвучали Некоторые Фразы Слова Где надо Наверное Уточнение Внести Ну вот Для начала Чертог Щуки Многие Наверное Слышали Что такое Слово Чертог Существует Щука Тоже Понятно Многим Рыбка Такая Плавает Интересная Хищница Что же Такое Чертог И Какие Чертоги У нас Вообще Известны Какую роль Эти чертоги Играют В нашей Жизни И в небесной Жизни Наверное Надо здесь Разъяснить Для Скажем так Вновь Прибывших Прибывших Разъясняем Что в нашей Славянской Культуре Традиции Существовало И существует 16 чертогов В китайской Традиции Они называются Зодиакальные Знаки То есть В китайской Традиции Существовало 12 То есть 12-ти речная Система А в славянской Культуре Традиции Существовало 16 чертог И Чертоги Назывались С животными Которые Были близки Нашей культуре Нашей традиции Дело в том Что у нас Никогда не было Скорпионов И для нас Вот это животное Это насекомое Никогда Не Несло Какой-то Функциональной Нагрузки У нас его не было Мы поэтому И даже не знаем Его повадки Его умения То есть Что он может И как он Как он действует Соответственно У нас были Чертоги Животные И назывались они В соответствии С теми животными Которые близки были Нашему народу Нашей культуре Нашей физиологии То есть Небеса Наш небесный Свод На нашей территории Наши же предки Жили изначально В Дааре Он делился На 16 Секторов Эти сектора Назывались Чертоги То есть Чертог Это Старая форма Ну как Комната То есть Чертоги Чертоги Небесные Чертоги И были раньше Чертоги В теремах Вот Поэтому Чертог Еще Опять же От слова Черта То что Отделялось Вот То есть Отдельное Ну Отдельный сектор Современным языком Можно сказать так Вот И соответственно Эти сектора Как мы знаем Оказывают свое Определенное Влияние На землю То есть Там находятся Разные Звезды И земли И поэтому Так как Вселенная Это живой Организм Такой же Как наше Физическое Тело Он очень Гармонично Устроен И соответственно Если вы Посмотрите Как живет Наше Физическое Тело Без разума Оно живет Инстинктами То есть Инстинкты Это программы Это силовые Линии Это Определенные Схемы По которым Взаимодействуют Все Внутренние Органы И Работают И соответственно Каждый чертог Он оказывает Определенное Влияние На землю И если Предки В свое время Составляя Чертог Вернее Составляя Круголет Они Составляли Круголет Именно в соответствии С теми чертогами Которые были На земле Именно здесь То есть Наш Круголет Он Написан Для земли То есть В любой другой Точке вселенной Он уже будет меняться То есть Он не будет Иметь такой актуальности Он написан Чисто для земли И вот Каждый чертог Если это Например Вот мы сейчас Прожили Эпоху лисы На круголетии Числа бога Значит На круголетии Числа бога Эпоха Тысяча с чем-то лет И вот мы Прожили Эпоху лисы Покровительствует Этой эпохе Мара И Следующий Будет чертог Это эпохальная По годам А вот Лето У нас Тоже разделено Точно так же На 16 чертогов Вот Чертог Называется Животным Определенным То есть Для чего Это было сделано У каждого Животного Есть свои Характерные Черты Свои повадки И Свои инстинкты Более Ярко Проявленные Поэтому Предки Называли Чертоги Теми Животными Влияние Вернее Как Чертог В данную Эпоху Или в данном Чертоге Проявляются Наиболее Ярко Инстинктные Силы Представленных Животных То есть В эпоху Лисы Проявленная Вселенная Влияет На людей На социум Проявляя В них Такие Качества Как Хитрость Обман Нечистоплотность Вранье И Единоличие Вот То Что у нас Представлено Было Сейчас В эпоху Мары То есть Каждый Чертог Влияние Оказывает На землю В соответствии С теми Скажем так Инстинктами Которые Наиболее Ярко Представлены У животных Которыми Названы Чертоги То есть У нас 16 Чертогов 16 Животных У нас Идет Дева Пардус Конь Медведь Бусел Лиса Волк В общем Сейчас уже не помню У тебя картинки нет Перед глазами Ты мог бы Людям более подробно Рассказать Какие чертоги У нас Представлены То есть А Противовес Вот этим вот Влиянием Инстинктов Есть Бог Покровитель Чертога И вот В каждом Чертоге Вот Чертог Лисы Покровитель Самара Чертог Волка Покровительствует Велес Чертог Следующий Вот будет Чертог Рода Покровительствует Бусел Вот именно Кстати Из-за этого Считалось Что бусел Или аист Или журавль Приносит Ребенка Потому что Это вот Древнее Поверье Еще Когда наши Предки Пользовались Именно Нашим Круголетом Шестнадцатиричным Чертог Рода Откуда Вообще Род Посылал Детей Покровительствует Аист И поэтому Считалось Что именно Аист Приносит Или вот Чертог Щуки Рожана Вот То есть У нас Все эти Чертоги В свое Время Были Вписаны В нашу Жизнь И как Вот Алексей Ты знаешь Да Что Наша Сказка Про колобка Это как раз О том Что луна Катится По чертогам Определенным То есть Колобок Это луна Вот И она Заканчивает То есть Она Уходит В Полнолуние Вот И переход В новолуние Как раз Вот там На По моему Чертог Мары Чертог Лисы Вернее Покровительствует Мара Вот То есть Она Проходит Через Все Чертоги Всех Вот Этих Животных Там Волк Вернее Заяц Ну Заяц Нет У нас Волк Медведь То есть Она Колобок Проходит И лиса Его съедает То есть Это Луна Вообще О луне Рассказывалось Детям Вот В такой Форме Рассказывалось Про круголет Ну Если хочешь Я так Это тоже Помогу тебе Значит Начинается Если так Смотреть По чертогу Первый Это Дева Потом Идет Вепрь Потом Идет Щука Ну Если так Смотреть По числам Дальше Лебедь Дальше Змей Семаргала Соответствует Дальше Вран Дальше Медведь Бусил Это Кто говорил Пророда Волк Велесу Соответствует Лиса Мара Тур Крышин Крышин Лось Лада Дальше Финист Это Крышин Конь Коляда И Орел Перуни И Раса Тарх Вот Да Раса Тарх Вот как-то Вот так вот Они расположены Все Зайца Да Не встречается Но Бусил Есть Бусил Потом Медведь Да Ну и вот Кстати Отсюда же Из Круголеты Пошло Коляда Конь Вернее Конь Купала Конь Купала Да А Коляда Вран Да Коляда У нас Вран Вот То есть Вот эти Вот Поверья В нашей Традиции Они Идут Именно Вот Из Из Круголета И вот В этом В Круголете Как раз Боги-покровители Чертогов Они Как Представители Божественной Прави Уравновешивают В обществе Те Инстинкты Которые Проявляются В данные Скажем так В данные Чертоги В данные В данные Эпохи Ну вот С этим разобрались Хорошо Мне понравилось Ты Когда говорил Про То что Осенью Засеиваются Азимы А весной Они Они Уже Зеленые Зеленые То есть Они Перезымали Под снегом И уже Быстрее Готовы К воспроизводству И Очень Тоже На мой Загляд Правильно Было Сказано Что Можно Конечно Праздновать Как Кому-то Нравится Весной Вот Когда Природа Распускается Кто-то Отталкивается От того Что Осень Пришла Собрали Урожай И теперь Вот Закончился Закончился Лето Или Кто говорит Закончился Год И Можно Так Отдохнуть И подготовиться К новому Кто-то Встречает Зимой Когда Происходит Нарождение Нового Солнышка Вот Я пока Еще не встречал Тех Которые бы Встречали Новолетие Или Новый год Летом Где-нибудь Там В районе Солнцестояния Летнего Вот Но Вот То Что Сказал В принципе Похоже Что Хотите Праздновать Так Хотите Так Хотите Так Это Ваше Дело И Тут Еще То Что Можно Так Рассмотреть Вот Семя Заложено Точно Как А зимой Заложено Оно Взращивается Оно Еще Не Готово Зима Проходит Потом Снежок Тает И Только Весной Только Весной Мы Начинаем Увидеть То То есть Вроде бы Вот Сейчас Засеяли Осенью А весной Только Мы Его Можем Так Уже Потрогать Пощупать Когда Она Будет Уже Готова И Вот Она Пойдет Врос Уже Колоситься Начнет И так Далее То есть Как будто Зима Это Такое Время Беременности Когда Тихо Спокойно Не надо Беспокоить Должно Все Быть Чинно И Потом Снег Сходит И Опять Пошла Но Вообще У нас Наша Традиция И наша Культура Она Вообще Не подразумевала Чего-то Там Просто Так Все Было Вот Практично И Все Было В Соответствии С Законами Устоями Вселенной Дело В том Что Мы Изначально Были Рождены Как Созидатели И Как Народ Который Расселялся По землям И Осваивал Вот То есть Славяне Даже Вот Находясь В Таком Так Замученном Состоянии Как Сейчас Вот С обрубленными Корнями Там И С С Чуждой Идеологией Вот Даже Даже Сейчас И Советский Период Там И В царское Время Очень Часто Уходили В тайгу Основывали Поселения Основывали Новые Города Новые Села Осваивали Новую Землю То есть У нас Вот это Стремление Осваивать Новую Землю Оно На генетическом Уровне Заложено И Естественно Но Высшие Силы Создавая Скажем Так Они Сами Создавали Миры Вот И Все Законы Которые Соответствовали Созданию Миров Ну Вот Посмотрите Та экологическая Пирамида Как ее называют Или наша Естественная Живая Среда Животные Растения Ведь Они Созданы Специально Для Жизни Нашего Тела Потому Что Наше Тело Настолько Капризно Измените Хотя Б Ненамного Газовую Смесь И Физическое Тело Выходит Из строя Сразу То есть Изначально Не По многим Параметрам Вот Наша Среда На матушке Земле На Медгарде Она была Адаптирована Под наше Физическое Тело То есть Специально Были Настройки Сделаны С Завязкой Внесения Тех Или Иных Живых Существ Для того Чтобы Газовая Среда Была именно Та Которая Необходима Для нашего Физического Тела Для его Гармоничного Существования Вот Поэтому Когда Мы Наши Так как Наши Предки Были Богами Которые Все это И создавали То в Нашем Геноме Есть Эта Информация О том Как устроен Мир Как устроена Вселенная Природа И конкретно Природа Нашей Медгард Земли Какие Травы За что Отвечает То есть Это Необходимые Условия Были Прописаны Иначе Если бы Их не было Мы бы Не могли Летать С земли На землю Не смогли Бы их Осваивать И не могли Бы Встраиваться В природную Среду И в ней Гармонично Существовать И осваивать Новые миры Облагораживать Их И так далее Потому что Вот Как мы На одной Из Передач Разговаривали Я Рассказывал Что Человеческий Организм При рождении Ребенок Получает От природы Запас 50 миллиардов Нейронов То есть Эти нейронные Клетки Начинают Использоваться Личностью Для того Чтобы Выстроить Сеть Нейронную В физическом Организме И для Сознательного Управления Этим Телом То есть Все Двигательные Рефлексы У ребенка Есть При рождении Но Двигательные Рефлексы Они на той Рефлексе Что они Не подчиняются Личности И вот Личность На протяжении Всей жизни Занимается Тем Что осваивает Эти инстинкты И учится Ими управлять И не важно В каком возрасте Находится человек Если маленький Ребенок Учится ходить И говорить То взрослый Человек Учится контролировать Свои поступки Свою ходьбу И контролировать Свои разговоры Вот Потом мысли Потом Инстинкты Размножение Питание И так далее То есть Это Совершенствование Происходит Всю жизнь И На это Тратятся Как раз Вот эти Нейронные Клетки Которые Позволяют Личности Управлять Физическим Организмом То есть Эти нейронные Клетки Они одновременно Принадлежат И личности И физическому Телу То есть Они живут В физическом Теле Но подчинены Личности Благодаря этому Личность И может Управлять Физическим Телом Чувствовать Его И так далее Так вот Мы Нейронные Клетки Во Вселенной Которые Помогают Божественной Праве Так как Мы в себе Соединяем Как раз Два начала Начало Природное Инстинкты И начало Божественное Это совесть Божественную Правь То мы Как раз С помощью Нас Божественная Правь И управляет Природой Он Ее Познает И Через Нас Чувствует Понимает Через Нас Идет поток Божественной Прави Который Наводит Порядок Вот Ну и так Далее То есть Мы Как раз Те Клетки Которые Позволяют Божественной Праве Расселяться По Вселенной И Ею Управлять Соответственно В нас Есть вся Информация О том Как устроены Миры Чтобы прилетать На них И Перемещаться И гармонично Встраиваться Не нарушая Природных Вот этих Вот связей Тут Мне поправляют Я видимо Оговорился Тур Соответствует Крышиню А Финис Соответствует Вышине А я Два раза Произнес Одно и то же Это Замечательно Чтобы управлять Значит Люди Следят Благодарю За то Что вы Правляете Потому что Бывает Так По памяти Что-то На них Глазно Смотришь И по памяти Пытаешь Что-то Вспомнить Невнимательно Иногда Благодарю Так что Если я вдруг Оговорился Как-то Вы меня Поправляйте Не стесняйтесь Так Хорошо Давай дальше Разбираться Значит Прозвучало Слово Богородица Многим Людям Которые Находятся В современной Цивилизации Слово Богородица Представляется Наверное Или ассоциируется С христианством То есть Вот есть Богородица Но у нее На руках Иисус Младенец И вот Как-то Для многих Будет непривычно Что значит Богородица Кроме Той Которая В церкви Представлена Дело в том Что у нас В нашей традиции Есть богиня А есть Богородица Так же Как женщины Есть женщины Девушки А есть женщины Матери То есть Мать Это та Которая родила Уже Бога А девушка Это та Которая еще Богов не рожала Вот И у нас В нашей Традиции Есть Богиня А есть Богородица Вот Богородица У нас Лада То есть У нее есть дети Конкретно у нее есть Перун То есть Лада это супруга Сварага И их сын Перун Вот А есть богини То есть богини управляют Силой А богородица Лада Она не только силой управляет Но она еще и богов рожает То есть у нее немножко другое качество Вот и Богинями взаимодействовали С богородицами взаимодействовали Вот то есть Но Здесь Это вот сейчас Мне сложно сказать Потому что У меня нет прям такой полноценной информации О том как вели себя Женщины жрицы Вот потому что у них были Тоже свои Значит храмы Свои святилища и капища Где были женщины Девственницы которые служили Богиням Вот и Были женщины Которые Служили богородицам Вот и они не обязательно были Девственницами То есть это женщины Которые прошли Семейную жизнь Вот и Стали Ведущими матерями Вот как правило Поэтому Но там у нас все таки Была очень широко представлена Культура Сейчас она только просыпается Только восстанавливается и возрождается Вот и У меня конкретно Достоверных Сведений Прямо о том как И что было Сейчас очень мало Вот поэтому Я еще раз говорю Были богини И есть богини И есть богородица Но вот Рожана Относится к богине Так хорошо Еще одно слово Прозвучала связка Вернее Освещение чрева Что это такое за Ритуал Что это такое за Обряд Каким образом он проводится Как он проводится Здесь что-то Можешь пояснить Как он проводится Значит освещение чрева Ну скажем так Освещение матки Современным языком Вот Некоторые женщины Не могут зачать чада Почему То есть Есть семейные пары Которые По каким-то причинам У них не получается Родить ребенка Вот Это Одна из причин Может быть то Что матка Недостаточно функционирует То есть Недостаточно Энергетически заряжена Вот матка Вот Если представить Наши силовые центры То они у человека Светятся как огненные шары Разных цветов И вот матка Она светится Таким Алым цветом И душа Летит именно на этот свет То есть Она видит куда Где Вот Светится И когда происходит Попадание Семечки Вовнутрь То матка Начинает сиять Немножко другим цветом И вот Именно Вот это и Привлекает душу Потому что Если суть Не Узрела Своих будущих родителей Вот И не находится В их поле То Зародыш Сам по себе Развиваться не будет Потому что Именно суть Вместе с мамой И папой Выстраивает себе Будущее тело Будущее вместилище То есть Берется образ отца Вот Дается тело матери И суть Вместе с мамой Начинает Взращивать Тело В утробе матери Поэтому Женщины беременные Они меняются Вот У них меняется Энергетика Меняется Характер Поведение Вот И Считалось Что То что требует Беременная женщина Это закон Нужно его исполнять То есть Если она проснулась Среди ночи И говорит Хочу бананов Значит Одевайтесь Заводите машину Езжайте В супермаркет Покупайте бананы Привозите ей Вот Но ядокутрированно Но Принцип такой То есть То что желает Женщина желает Ребенок И это именно так Потому что У них есть Невербальная связь И физическая связь И невербальная То есть Ребенку на каждом этапе Его созревания Необходимы Те или иные Питательные вещества И мама Ему их Старается поставить То есть Материнский организм Отдает Ему Вот эти все Питательные Питательные вещества Соответственно Обряд Освещения Чрева Или матки Он происходит Таким образом Что Собираются Женщины Вот Обычно Мы Практикуем Это таким образом То есть Обряд проводит Та женщина Которая еще ни разу Не рожала Вот Как правило Те кто проводит Обряд После этого На какое-то время На обряд Не едет Вот Потому что Их некогда Вот Они занимаются Воспитанием Чада Вот На их место Встает Следующий То есть У нас нет Такого Что Один Этот обряд Проводит Одна и та же Женщина Вот Значит Одна Два раза Провела Сказала Больше не хочу Потому что У нее К этому моменту Уже было Пятеро детей Вот Вторая То же самое То есть Каждый раз У нас Женщины Проводят Значит Они Варят Малиновый Настой То есть Малина Считается У нас Деревом Рожаны Потому что Малина Имеет Очень сильную Родовую силу Вот И тот Кто огородом Занимался Знает Что малину Вывести Порой Очень трудно Она лезет И лезет И лезет И она Приживается В таких Порой Тяжело Доступных Местах В каких Заборах Под забором Она лезет Через асфальт То есть У малины Очень сильна Сила И Если вы знаете Не зря же пели Ягода Малина Нас к тебе Манила То есть Это В малине Как правило Молодежь Там Добрые дела Совершали Такие По зачатию детей Ну да Там еще Медведи лазят Иногда Медведи Обычно Они молодым Не мешали Да ты знаешь Кто был до молодых А то может Всю малину Испортили Ну да Испортить всю малину То есть Вот это вот Слово Как раз Оно очень часто Используется Вот именно В таком В таком ключе Поэтому они варят Малиновый настой Вот И Освещают его Всеми стихиями То есть Предлагают Стихии огня Стихии воздуха Стихии земли Вот И стихии воды И обращаются К рожане матушке Вот для того Чтобы она Осветила Сей напиток Вот они Его употребляют Сами сначала Причем на обряде Они Находятся Вообще В одних То есть Только в одежде Чтобы у них Была связь с землей Чтобы матушка земля Еще Наполнена Наполнила их Вот этой вот Силой Зачатия Потому что Именно в это время Именно осенью Происходит Осеменение земли И именно вот В этот момент Лучше всего Происходит По земным циклам Именно Зачатие Соответственно В этот момент Мужчины Проходит обряд Перерождения Вот то есть У нас там На берегу Озера Стоит баня Вот Мужчины По очереди Значит Проводится обряд Вот Заныривают В холодную Провод Вот И потом Мы Всем парам То есть На будущее У нас планируется Сделать скит На щучьем озере И Поставить там Бани Дома Вот То есть Сделать скит Именно Направленный На восстановление Плодородия Как мужского Так и женского Вот Ну Дай бог Это все реализуется Потому что Планы есть Задумки есть Вот Вопрос в том Когда это произойдет Вот То есть Душа На рожану Мама прошла Освящение Папа прошел Перерождение То есть Они почистились Но Мы молодых И вообще Семейных Которые Планируют Вот Зачатие Ребенка По очереди Отправляем В баню И они В бане Там Сие Святое Дело Сотворяют Но Вообще Конечно Планируется Построить Дома Специально Чтобы Молодые После Бани Помытые Чистые Как раз С обращением К рожане Вот И святилище Рожане Там Собираемся Построить Вот С обращением К рожане Могли Заняться Таким Святым Делом Чтобы душа Могла Уже Узреть В чистоте Вдалеке От города Вот И прийти К ним На воплощение Вот Вообще Основная Задача Обряда Заключается Именно В этом Вот Просто Я его Не озвучиваю Сразу Но Основная Задача Это Именно Многие Едут Семейные Пары За детьми Продолжение Рода Хорошо Хорошо Вот Если хочешь Музыкальную Паузу Можем Сделать Если не Хочешь Дальше Будем Продолжать Общаться Несколько Вопросов Поступило К нам Здесь В чате Народное Славянское Ради Напоминаю Что в чат Попасть Просто В любом Поисковике Набирайте Народное Славянское Радио Дальше Ищите На сайте Славомир.org Слово Чат Если еще Не зарегистрированы То регистрируйтесь Регистрация Простая Логин Пароль Придумали Емейл Указали Емейл Попроще Какой-нибудь Пишите Там Чатик старенький Он иногда Не понимает Модных Всяких Емейлов Где много Подчеркиваний Всяких Тирешек И так далее Вот Поэтому Если вдруг Не получается С первого Раза Емейл Не принимает То Просто Зарегистрируйте Какой-нибудь Временный Емейл Чтобы Так вот Зарегистрироваться И все Так вот Логин Пароль Придумали Зарегистрировался И дальше Уже Не надо Ничего Еще раз Переделывать Еще раз Регистрироваться Сразу Входите И пользуйтесь Чатом Общайтесь С друзьями Задайте Вопросы В наш Эфир И так Вот Еще давай Наверное Поговорим А потом Вопросы Будем задавать Сейчас Такая Дурацкая Мода Пошла Мне кажется Специально Вброшенная В наши Круги Когда Женщины Девушки Скорее всего Больше всего Они Вступают В какие-то Такие Организации Коалиции Где Например No baby Или Дети Free Или baby Free Когда Нет Детей Без детей Свободны от детей И говорят Я там Рождена Не для того Чтобы быть Свиноматкой Я рождена Для того Чтобы Быть красавицей Любимой Женщиной Или делать Что-то Своей жизни Или чем-то Делиться С этим миром Ну и так далее И так далее И так далее Вот Как ты думаешь Вот эти Все течения Новомодные Они Откуда Появляются Это Какие-то Вбросы Наших Недругов Или Просто Так Вот Сложилось И Почему Так Вообще Сейчас Это возможно Что Дети Стали Женщинам Не нужны Ну Что касается Вообще Вбросов То На самом деле И вбросы Тоже влияют Оказывают Влияние Вот Если Необходимо Уменьшить Количество Населения Да То Работают Всякие Образы Типа Вот этих С одним Ребенком Семья То есть Эти Вбросы Вообще У нас Существует Система Образования Вот Система Образования Это только Само Слово Образование Но что Оно В себе Включает Не то Что Мало Кто Понимает Вот Об этом Ведь никто Не говорит Это же Система Управления Вот Но Я Поделюсь С вами Знаниями Практиками Которыми Пользуемся На наших Занятиях Я Нашим Единоверцам Объясняю Что такое Система Управления Как она Действует На самом деле Есть такое Понятие Как захват Жизнеспособных Образов Это Понятие Из психологии Но Именно На нем Основывается Вообще Все Образование То есть От слова Образ Эта Практика У нас Описана Замечательно Вообще В сказке Конек Горбунок Там Есть такой Момент Когда Конек Горбунок С Иванушкой Прискакали К море Океану Рядом С берегом Был Чудо-юдо Рыбакит И этот Чудо-юдо Рыбакит На нем Жили люди Он очень Страдал От этого Страдал От этой Неволи И не мог Понять За что Ему Такое Горе И он Попросил Конка Горбунка Чтобы тот Когда будет У Бога Интересно Да Пошел Там К Богу Сходил Пообщался С ним Вернулся Вратно Вот Спросил За что Ему Такая Неволя И вот Кто читал Сказку Замечательного Нашего Автора Ершова Кстати Сибиряка Вот То Вернувшись Он ему Сказал Кто помнит Что он ему Сказал Ты помнишь Сам Алексей Ну Проглотил Как-то там Корабли Да И вот Отпусти их И все будет Хорошо Да То есть Ты без Божьего Веления Вот Когда гулял Среди морей Проглотил Три десятка Кораблей Вот Когда Ты им Свободу Снимет Бог С тебя Неволю То есть По закону По устою Вселенского Соответствия И баланса Если где-то Прибыло То где-то Убыло А он Ведь без Божьего Веления Проглотил Корабли То есть Он Проглотил Вовнутрь Он Питался Людьми Люди Соответственно Питались Им И это Происходило До тех пор Пока Ему Не сказали Пока Он Их Не вернул Обратно То есть Это Система Образования То есть Когда Подсознание Захватывает Жизнеспособный Образ Учитель Вернее Ученик Захватывает Образ Учителя Ребенок Захватывает Образ Родителя И Таким Образом Происходит Захват Образа И подсознание Как Поликалу Выстраивает Поведение Личности И Как бы Личность Не старалась Сознательно Вести себя По другому Она не будет Потому что Образ Внутри Действует И гласит Что нужно Действовать Именно так В восточной Традиции Даже есть Такое Понятие Как Су Ха Ри Это Три Иероглифа Китайских Которые Означают Следующее Состояние Су Это Захват Образа Учителя Ха Это Его Переваривание Трансформация Ири Это Отпускание Образа Учителя И переход На новый Уровень Либо Самостоятельное Обучение Либо К следующему Учителю И вот В состоянии Ри Многие Застревают Потому что Подсознание Захватив Образ Начинает Импетаться Соответственно Объект Рано или поздно Начнет требовать Компенсацию Ничего не Делать Просто Так То есть Компенсацию Душа Жертвы Получает Поэтому Жертва Всегда Все Прощает Палачу Но Если Это Будет Продолжаться То Жертва Со временем Сама Станет Палачом Потому что Мы То Что Мы Едим И даже Есть Такая Сказка Когда Рыцарь Убивающий Дракона Сам Становится Драконом Вот И в Истории Очень Много Примеров Когда Жертвы То есть Все ваши Враги В вашей Жизни Появляются Именно Из-за Того Что Ваше Подсознание Захватывает Образ Данного Человека Данного Объекта Данного Субъекта Таким Образом Вообще Происходит Управление Миром То есть Трансконтинентальные Компании Вбрасывают Яркие Образы Основная Масса Населения Их Подсознание Захватывает Эти Образы И Начинает Вести Себя Соответственно Сами Даже Того Не Подозревая Что Они Уже Ведут Себя Именно В соответствии С данным Образом Вот То есть Человек Данный Похож На Рыбу Которая Заглотила Червячка Вместе С крючком Больше Эта рыба Сама Себе Уже Не Принадлежит Она Принадлежит Тому Кто Эту Леску Тянет На Себе Вот И Вот Основная Масса Людей Именно Таким Образом И Живут И Понимая Это Раньше Предки Именно Это И Называли Образованием Поэтому Детям Маленьким Показывали Образы Героев Показывали Образы Богатырей Соответственно Дети Захватывая Захватывая Эти Образы Сами Становились Такими Ж Вот И Соответственно В Случае Когда Экстремальных Ситуациях Когда Личность Отключалась Человек Вел себя В соответствии С данным Образом С богатырским Таким Образом И происходит Управление На самом Деле И те Кто Миром Управляет Очень Легко Вот Этими Вот Образами Манипулируют И Посмотри Стоит Только Запустить Какой-то Образ И Весь Город Входит В одних И тех Же Штанах В одних И тех Же Куртках В одних И тех Же Шарфах С Это Вполне Реальные Образы Вот Если Посмотришь Во-первых Пропагандируются Образы Какие Вот Эти Очень Сухих Девушек Которые Вообще Рожать Детей Не Могут Вот У них Физиология Не Позволяет Это Первое Второе Помимо Того Что Есть Такая Система Образования И кому-то Невыгодно Чтобы Русских Рождалось Много Вот Как вариант Там же Тэтчер Говорила Что В русских Должно Быть 300 Тысяч На Обслуживание Нефтяных Скважин Больше Они Больше Их Не Надо Поэтому Как вариант Работают Вот Такие Вот Схемы Другой Вариант Это Наследственная Память То есть Наследственная Память У нас Тоже Имеет Определенную Функцию То есть Она Выполняет Две Главных Роли Первая Передача Наследственных Качеств И признаков Из поколения В поколение И вторая Защита Потомков От негативного Опыта Предка То есть Каким образом Ну к примеру Волк поймал Зайца Но не съел его Зайц вырвался И убежал У зайца На геноме Отпечаталась Боль Страх И разрушение То есть Образ волка Будет ассоциироваться С болью Страхом И смертью Зайчата Которые Родятся у этого Зайца У них уже В подсознании Будет прописана Программа Что нужно Бояться волка Вот И дожидаться Зайчонок Уже не будет Как только Увидит волка Сразу же И ретируется У нас У людей Механизм Точно такой же Поэтому Если женщин Били Раньше В сельской Среде Очень часто Женщин били Мужчины То есть Мужья били Своих жен Два-три поколения Женщин И Четвертое поколение Уже замуж выйти не сможет Потому что В подсознании Будет прописана Программа Мужчин Это боль Страх и разрушение Даже если Она будет Сей душой Желать выйти Замуж Она не сможет Потому что Подсознание Ей этого сделать Не позволит С детьми С детьми Та же самая Картина У нас За последние Сто лет Очень часто Женщины Теряли детей А это Очень сильная Боль психологическая Она откладывается Из поколения В поколение И третье Четвертое поколение Детей уже не рожают Вообще Чтобы этой боли Не испытывать Вот То есть Причин Такого поведения У женщин Много Я хочу сказать Что нашим Женщинам Очень сильно досталось За последние Триста лет Вот И я Непосредственно Занимаюсь Всеми этими Практиками Постоянно С таким Сталкиваюсь То есть Девушка Не может выйти Замуж Причин Может быть Тысячи Вот И мы пока Не посмотрим Ее прошлую жизнь Пока не посмотрим Наследственную память Причины Все Только потом Мы начинаем Все это Форматировать Вычищать Боль Вот И кстати Обряд Оплакивания Невестой Своей Вольной Жизни Якобы Перед Замужеством Это же как раз Обряд очищения Родовой памяти От негатива От боли Вот И Только после этого У нее появляется шанс А так Вообще Страх как действует Подсознание Если он есть У человека Просто пропадает Интерес То есть Девушка Встречается с парнем Вроде бы Как коллеги Как друзья У них все хорошо Но как только Отношения Начинают То есть Парень Начинает Форсировать События Начинает В общем Сближать отношения Все У нее Страх Он может быть Не проявлен Но у нее просто Теряется к нему интерес Все Она ничего не хочет И с детьми Та же самая Картина Вот Поэтому Причин много Вот И в каждом Конкретном Частном Случае Это причина Своя Вообще Если вы заметили Что девушка Которая ведет Хочет показать Что она очень Самостоятельная И ведет себя Так вот Вызывающе Самостоятельно Как правило Женщина Которая Показывает Всеми Своими Фибрами Где же ты Сильный мужчина Которому бы я Спряталась Под крылышком Вот Многие девушки Которые Входят В эти группы Порой Именно от отчаяния Что у них не получилось И они тогда обижаются Говорят Ну и фиг с ним Пойду Тогда вступлю В сообщество И вообще Мне не надо Ваших детей И так далее Вот Поэтому Причин может быть Много Да Причин может быть Много И то что сказал На мой взгляд Имеет место быть Но ты знаешь Все таки Это Уже как-то так Начинает настораживать Потому что Слишком активно Начинает пропагандироваться Уже и по телевизору По зомбоящику Начинают Всякие программы Выходить Которые якобы Это все разбирают Ну как у нас Есть же Окно овертона Когда Человек слушает Вроде бы Программа Обличающая Что-либо А на самом деле Там так Вбрасываются Такие нотки Пропагандистские Что Ничего там страшного нет Да Это может быть Нехорошо Но ничего страшного Нет У каждого Свой выбор И девушки Сидя у экранов И молодые люди Сидя у экранов Они как-то так Расслабляются Ну да Это выбор Толерантненько Все Потом пока С каких-нибудь там Мужчин Якобы Одетых Какие-то Какие-то женские Вещи Тоже Толерантненько Тоже нормально Все Вот да Только это нехорошо Конечно нехорошо Но выбор Есть выбор Вот Поэтому Мне кажется Все-таки здесь Это проплачено Кем-то И направлено Я бы Что тебе хотел сказать По этому поводу Дело в том Что Мы свое дело делаем Мы Анти Скажем так Пропаганда Вот И своим поведением И своими семьями Вот И своим образом жизни Мы показываем людям Как Как надо быть Как правильно Но Ты не забывай Что сейчас Начинается новая эпоха И в новую эпоху Войдут Только души С новым взглядом На жизнь Вот Все остальное Все Старое Больное Оно отомрет И это сейчас Видно Невооруженным глазом Вот То есть Очень резко Идет смена Вибраций Очень резкая Смена Нервностей И За последние 30 лет Так резко Все изменилось Вот Поэтому Сейчас Выживут Действительно Только Представители Новой эпохи И мы с тобой В первую очередь Что делаем Мы с тобой Готовим Во многом Молодых Девушек Молодых Ребят К тому Чтобы они могли Создавать семьи Более Гармоничные То есть Те души Которые Сейчас Идут Они В эту Разруху Прийти Не могут Они Могут Прийти Только В гармоничную Славянскую Там Или Другую Семью С Определенными Родовыми Устоями Вот Это Это Как правило Дети Которые Не нуждаются В роддомах Они Рождаются Они хотят Родиться Дома Они Не хотят Этих Форматирования В роддоме С прививками Со всеми Остальными То есть Им это не надо У них Сути сильные У них Яркие Желания Яркие Стремления Это Представители Новой эпохи Это Представители Созидатели Это Совсем Другие Дети Вот И У нас В общине Да и Во всех Других Общинах Где Детей Рожают Дома Это Другие Дети Они По другому Мир Воспринимают Они По другому Природу Воспринимают Вот Поэтому Как говорится Молодым Везде Дорога Старикам Везде Почет Вот Так что Все Естественно Ты знаешь В гниющем Яблоке Всегда Есть Зерно Новой Культуры Ну да Гниет А семечки Прорастают Хорошо Вот здесь Вестник Богов Написал Общался Как-то С такой Бэби Фри В соцсетях Ужас Летящий На крыльях Ночи Помочь Нечем Давай Наверное Привется Музыкальный Пауз Тем более Что Прислал Один из наших Радиослушателей Песню Буквально Сейчас в чате Ссылку дал Белогор Русь Рожаница Вот Давай Как-то Послушаем Наверное Как-то К теме Не против Ну включай Я конечно знаю Белогора Но песню включай Давай Хорошо Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 19 октября 2016 года Среда По одному Из старинных 29 день Месяца Божественного Начала 7525 Лета Четверик День богини Рожан Такова тема Сегодняшнего Эфира И автор Сведущий Дорислав Стариков Нам много Чего Уже Рассказал Мы здесь Переходим В формат Уже Дискуссии Вот коснулись Такой Злободиной Темы Как Приучение Женщин К мысли О том Что дети Это не обязательно Что семья Это когда есть Милый рядом Да и больше Ничего не надо Что те Кто имеют детей Они все Превращают Свиноматок Вот такой Вброс Сейчас проводится Активно Дорислав Рассмотрел Варианты Что это могут быть Так называемые Кармические Завязки Что в прошлой жизни Женщинам Доставалось Ну и теперь По генетической памяти Передается И страх у них Вызывает Как перед Рождением Детей Так и Может быть Кого-то Перед семьей Вообще Перед той Абузой Которая есть Я же высказал Тему Что это не просто Какая-то Генетическая Завязка Здесь надо Рассматривать И те вбросы Которые активно Кем-то Оплачиваются Потому что Против России И против Всего Славянского Мира Ведется Активная Война Пока такая Тихая С переходом В какие-то Военные конфликты Где Друг друга Наши братья Лупят Только Брызги Кровавые стороны Летят К сожалению Ну вот На мой взгляд Это все-таки Вброс И еще Тоже Ученые Здесь Высказались Кстати Еще не слышал Есть Такая Болезнь Как они называют Мертвая мать Я сначала Не понял Что значит Мертвая мать Оказывается Что Люди Современные Они приобретают Какие-то Новые Генетические Заболевания И вот У многих Женщин Проявляется Такое заболевание Мертвая мать Где-то там Чего-то Как-то В генах Не хватает Где-то Что-то В клетках Не хватает ДНК Что-то Там Новые Появляются Вот Какая-то Там Что-то Какая-то Железа Не работает Что-то Не выделяет В эти Тонкости Не будем Залезать И У матерей Пропадает Материнский Инстинкт Вроде бы Ребенка Родили А вот Любви к Ребенку Нет И вот Часто Выкладывают Различные Ролики Когда Мама Например Свою Ребенку Ногой Пинает Под затыльником У всех На глазах Развешивает Направо Налево Бьет его Головой Об стекло Об стенку Ну что только Не делает С ним Вот Такая Раньше Любящая Мама Превращается В нелюбящую Маму И вот Ученые Говорят Что это Оказывается Уже Заболевание Такое Называется Мертвая Мать Это Печально Страшно Там Выдвигается Много Различных Гипотез Много Различных Объяснений Этому Неприятному Феномену И Как ни странно Один из Таких Одно из Объяснений Следует Следующее Что Это Оказывается Питание Когда Существует Очень много Химических Добавок Когда Очень много Гормонов Химически Искусственно Сделанных Витамин Искусственно Сделанных И прочее И прочее Когда они попадают В организм Человека То они делают Свое дело И Там проводилось Целое Такое Исследование Откуда Эти гормоны Попадают В первую очередь И В общем-то Выяснилось Что для того Чтобы увеличить Продуктивность Животного Увеличить Его Мясной Объем То в этом случае Его накалывают Гормонами Различные В том числе Гормоны роста Гормоны Там еще какие-то Еще какие-то Антибиотики И потом Все это употребляется Нашими людьми И вдруг Появляются Новые Заболевания А дети Непоследливые С которыми Эти мамаши Не могут Увеличиться Это те Которые Наглотались Каких-то Чипсов Наглотались Каких-то Вкусняшек Где Есть Различные Химикаты Вызывающие Слишком Бурную Активную Деятельность Неусидчивость Непослушание И так далее То есть Вот эти Всякие Е Дополнения Которые Сейчас Кому не лень Там Кому не лень Об этом Говорит Вот они На это все Дело Очень сильно Влиют Усилители Вкуса Усилители Аромата Запаха И так далее То есть Они не только Усиливают Вкус Но еще И усиливают Активность Мозга И Он в общем-то Выходит из-под контроля Этот мозг У человечка Маленького А человечек Сам Так же Себе ведет Не очень хорошо Естественно Мамаша и папаша Лупят таких детей Которым Уже толком Объяснить Ничего не можно Просто Уже Нервов Не хватает Как некоторые Говорят Ну вот Как-то так В общем Мертвая мать Такую Новый термин Появился Дополнение К Но Бэби И там Дети Фри И так далее В общем Страшные времена Живем И как ты правильно Сказал Нам приходится Сейчас очень активно Заниматься тем Что просто Рассказывать о том А как же себя Вести в этой жизни Что кушать О чем думать Куда направлять Свои мысли Узнавать Кто-то вообще На этой земле Что ты должен делать И так далее Ну вот Такой Полит Как это раньше Время называлось Политинформация Политинформация Такую я сделал Теперь можем дальше Попробовать Разбирать тему Что-то еще хочешь добавить? Добавить Да Можно добавить Конечно Вот Питание Конечно же Огромную роль играет В жизни человека И если мы Вот Прочитаем Славление Которое мы читаем Перед трапезой То обратим внимание Что Вот Прощу рот Рот небесный Благодарим тебя За трапезу нашу Что даруешь нам Для питания телес наших Для питания души нашей Для питания духа нашего Да будет крепка Совесть наша Да будет Сидеяние Наша Во славу твоя Во славу богов и предков Во славу родов наших Така быть Така и си Така буди Обратите внимание Какое гармоничное Славление Во первых Мы Питаем Три наших составляющих Это тело Душа и дух Вот Мало кто задумывается Что Питаясь физической пищей Мы питаем Только Тело физическое На самом деле Мы питаем Все наши составляющие Соответственно Пища Которая Растится В естественных условиях Она напитывается Энергиями Земли Солнца Небес Луны И так далее То есть Пища живая Она способна Питать Все наши составляющие Части Физического тела Душевного И духовного И Если вы хотите Например Проверить пищу Которую Вы берете С супермаркета Для того Чтобы понять Что она питает Можете просто Визуально Приложить данные Продукты К душе И посмотреть Откликается Откликается ли Ваша душа На данный продукт И вы поймете Что 90% Продуктов Из супермаркета Душа Не откликается Она молчит Она откликается Только на какие-то Крупы Замороженные Ягоды На фрукты Не откликается Ну то есть Проэкспериментируйте Сами вы поймете Что в супермаркете Практически нет Продуктов Которые бы Питали вашу душу Не говоря уже Про ваш дух Ну и следующий момент Если мы Внимательно Посмотрим Как поступает Человек С теми же Зернами Которые планируют Употребить В пищу То есть Когда-нибудь Вы задумывались Вообще Из чего Делается перловка Ты кстати знаешь Алексей Из чего перловка Делается Ячмень Вот Видишь как Замечательно Ну я живу В сельской местности Ты мне такие Будешь Проверять на это Он скажет Что перловка Растет на дереве Вот То есть Это ячмень Что с ним делают Чтобы он стал Вот Превратился В перловку То есть Его отбивают У него убивают Его защитную Значит Функцию То есть Иммунитет Это шкурка И самое главное Убивает В нем Зарод То есть У него Оббивают края Соответственно Чем перловка От ячменя Отличается Тем Что Ячмень Посеяв землю Он зайдет И прорастет А перловка Просто Зниет То есть В ней Убиты Все необходимые Функции Но Для чего Мы делаем Перловку Чтобы она Удобнее Для нас Переваривалась Хотя По большому счету Вот Для Вот Для старовера Перловка Уже никакой Ценности Не представляет В ней Убиты Самые основные Качества Это Зарод И Иммунитет То есть Мне с детства Бабушка говорила Яблоки Ешь вместе С огрызком Потому что И со шкуркой Потому что В шкурке Иммунитет Мы Потребляя Все зерна И все Фрукты И овощи Со шкуркой Мы потребляем Иммунитет А в зерне Находится Зарод То есть Зарод Позволяет Рожать Не только Детей И производить Семя Рожать Идеи Вот Что самое Главное И Основная Масса Городских Жителей Во втором В третьем Поколении Потихоньку Превращается В перловку То есть И прививками У них Убивается Иммунитет А определенным Образом Жизни У них Убивается Зарод И они Не способны Уже К рождению То есть Но зато Они очень Удобны Для системы Вот То есть Система Ими Хорошо Скажем Так Управляет Они Они очень Управляемы То есть Они живут Небольших Квартирках Ничего Особо Не требуют То есть Они Всю Свою силу Отдают Предприятию Бизнесу И так далее То есть Системе И Ну Здесь Опять же Нужно Понимать Что По другому И не может Быть Если мы В сельском Хозяйстве Растем Пшеницу То у нас Идет Распределение Часть Пшеницы Идет На Семена На Будущее Часть Пшеницы Идет На Питание Самому Человеку И на Питание Скотине Вот Ну К сожалению Или к счастью Так уже Устроен мир Социум Точно так же Делится на Несколько Категорий И соответственно Система Позволяет Тем Кто Выходит Из нее И начинает Жить Самостоятельно Для чего Для того Чтобы восстановить Вот эти Природные Функции Ведь если Ты же сам Сказал Умирает Инстинкт Материнский А это Именно Инстинкт А инстинкт Подпитывает Природа Природные Силы Мать Сыра Земля И чтобы Вернуть Инстинкт Необходимо Вернуться На природу Вернуться На землю Из городской Квартиры Переехать Вот И прикоснуться К природным силам Восстановить В себе Вот Именно этим Мы и занимаемся На праздниках Потому что К нам Очень часто Приезжают Городские Жители Которых Вот эти Инстинкты Уже Начинают Теряться И атрофироваться Они не могут Зачать И благодаря Нашим праздникам И обрядам Они Как раз Эти праздники И обряды Способствуют Восстановлению Этих сил В организме Человека Способность Деторождению Восстанавливается И материнский Инстинкт Это действительно Инстинкт И я всегда Молодым ребятам Говорю Вы Прежде чем Жениться Девушку Смотрите Внимательно И в том числе Проверяйте Как она ведет Себя с детьми Потому что Даже В средние века Если боярин Очень часто Воевал В любой момент Мог погибнуть Поэтому Инстинкт Материнский Ценился В жизни Превыше Всего Почему Ну потому что Боярин Был уверен Если он погибнет То Эта женщина Его отпрысков Не бросит А вырастет И выведет в люди То есть В соответствии С инстинктом В соответствии С инстинктом Материнским Мать детей Кормит в первую очередь Потом уже Мужчин кормит Вот Если же у женщины Вот эти вот Настройки сбиты И она Мужчине уделяет Больше времени Чем своим детям То Ну я бы Насторожился Потому что Если с вами Что-то случится Она ваших детей Бросит Найдет себе Другого мужчину И начнет за ним Ухаживать Вот То есть Материнский инстинкт Это важная составляющая Женщин Вот Потому что Супружеская жизнь Это больше уже Прививка культуры Вот А инстинкты Это вот Именно то Что заложено От природы В генах Вот Ну и конечно же Современная система Она Стремится к тому Чтобы эти Инстинкты Атрофировались Вот Но дело в том Что даже не современная Культура Христианство Уже на протяжении Там Пятисот лет Так точно Пропагандирует Вот как раз Что Зачатие детей Святое дело Это грех Это женщины Это исчадие ада Вот Мало того Что они там Сами себе Занимаются Непотребством В своих монастырях Пальцы рубят Вот Так они Мирян к этому призывают И для них Ребенок Самое святое Для нас Это рождение Ребенка У них Это грех И естественно Людям Это навязывается И понятное дело Что со временем Он приобретает Вот такие вот формы Когда Ну не хочу грешить Не буду Значит и детей Зачинать не буду Вот То есть Вот от этих ребят Очень много бед Я хочу сказать Вот Но мы сейчас Как бы сейчас Мы не свалились В межконфессиональные Какие-то разборки Не очень бы этого хотелось На самом деле Что есть То есть И от этого Никуда не денешься Потому что Занимаясь установками Мне постоянно Приходится сталкиваться Именно Во многом Именно с этим Насаждаемым Скажем так Насаждаемыми Моральными Принципами Которые были И которые прослеживаются В родовых Наследственных ветках Вот и все Так что На самом деле На самом деле В любой религии Религия Это понятно Что такое Не буду сейчас повторяться В любой религии Есть множество противоречий Это естественно Потому что Любая религия Это не является Первично От творца Грубо говоря А это Повторное соединение Человека с кем-то Через посредника Поэтому Где есть посредник Там есть какие-то искажения Вот это надо Понимать И в общем-то Многое этим сказано Многое этим объясняется И Противоречие Например Ну если уж коснулись мы Да так Противоречие было такое Разговаривал с одним батюшкой Ну такой приличный человек Патриот Всего русского мира Очень Прям со слезами на глазах Говорит Как вот сейчас Нас всех прижали Как нам сейчас Тяжело Вот насаждают Смотрите что с Европой сделали Посмотрите что сейчас С России делается Прям насаждают Это вот Все Все не наше Все не русское Там эти Межнациональные браки Там насаждаются Русскую кровь Вытесняют Вот Я говорю Стоп-стоп-стоп Батюшка А почему ты против этого Ну как же вот Ну чистота крови Русские же люди Должны понимать Что через это Нас уничтожают Я говорю Ты что расист что ли какой-то Нет я не расист Я вот за Ну такой Ну Видно что он хочет Вот Свою боль донести Собеседнику Я дальше спрашиваю Ладно Скажи мне пожалуйста Но ведь Если вдруг Твоя Дочь У тебя дочь есть Он говорит Да И там несколько дочерей Вот говорит Да Есть у меня дочери Я говорю Вот если одна из твоих дочерей Приведет Ну так условно Негра И скажет Вот папа Это мой возлюбленный Хочу с ним Христианина Негра христианина Подожди Подожди Не идите вперед Вот хочу привести Хочу с ним Семью организовать Я буду против Он мне сказал И говорю А если он окажется Христианином Ты же не имеешь права Отказать Не имеет права Вот И тут у батюшки Слезы на глазах Он понял Что там беда какая-то И получается то Что против чего Он воюет Он на самом деле Такой воин Ну видно воин Да Вот он за Русь Матушку там Готов положить Ну правильный такой Батюшка Вот Честь и хвала ему И вот тут он ничего Сказать не может У него слезы просто Навернулись Он так рукой махнул И Ну что я мог сказать Ну успокаивал Там его сидели Чай с ним пили Потом долго Ну удалось мужика Вывести из этой Из проблемы с такой Ну вот встречается Понимаешь Поэтому любая Когда мы говорим Про веру Не с точки зрения Земного Нашего Да Как Такого Вот Я тебе верю Ты мне веришь И так далее Или там кто-то сказал Что вот это и это Значит вот это и это Да Или там прочитал Где-то Теперь я в это верю Или какой-то там Появился Там Гуру-учитель Вот он всем Рассказывает о чем-то Ему все верят Не в этом смысле А вера Вот это древнее Наше представление О божественном О том Что Вот Есть Мудрость Которая передается сюда И есть некое наследие Через эту мудрость Которая Воплощается И следует Вот Вот это имеется Вера Так вот Вера если идет от богов От высшего От нашего Прощера Да То это вот Мудрость Это можно так воспринимать А то что уже Кенту переделана Там Как-то уже подлажена Это уже Там называется Как правило Религия Потому что Есть обязательно посредники Вот тут могут быть Такие вот нюансы Которые потом Вот Заставляют людей Просто плакать Горевать И бить себя по голове Там Ну В общем ничего хорошего В этом нет Так Давай перейдем Уже к вопросам Итак Хотелось Кстати прочитать Здесь От романа В чате Кстати напоминаю Чат работает Специально для того Чтобы вы могли В него заходить Один раз регистрируетесь Логин пароль Придумываете Емейл указываете И потом дальше Уже регистрироваться Не надо Просто указывать Логин пароль Входите И можете писать Свои сообщения Задавать вопросы В эфиры И общаться с друзьями Так вот Роман написал Как-то вычитал Про такой случай В Америке На птицефабрике Рабочих кормили Своей же продукцией Ну в принципе хорошо Сам сделал Сам кушай Да Уверен в том Что производишь Через какое-то время Через несколько лет Вдруг у 50-60% Работников Мужчин Стало Расти женская грудь Начались громкие Разбирательства Судебные разборки И в итоге Выяснилось Что употребляли Они в пищу В основном Вот эти самые Куриные крылышки Которые сами выращивали А именно В них На фабрике Вкалывали гормоны При помощи которых Ускорялся Рост Птицы Вот такие вот Дополнения В чате у нас появляются Как говорил Ослик Иа Душераздирающее зрелище Так Ну что Переходим к вопросам Тут Хочешь Я такой Продолжаю Вот образ Крутится Да Мужик с грудью Хочешь Не хочешь В музыкальтером В магазин Пойдешь Это вообще Кошмар какой-то А потом удивляются Что-то у нас на сцене Бородатые мужики В платьях выступают Или там Бородатые женщины Кошмар вообще Вот напишут Такую А потом сидишь И мучаешься Пол эфира И ночей не спишь Итак Ладно Вопрос эфира От Олега Зыркутска Здравия Дорислав Существует ли Подобный образ Или аналогия Богини Рожаны В христианстве Например Макош Это Поросковая пятница Перун Илья Громовник Велес Власий И тому подобное Благодарю Есть ли для Вот как раз Богини Рожаны Что-то в христианстве Что-то христианство Взяло Из Богини Рожаны Ну Я уверен Что скорее всего Взяло Вот Потому что Если брать Покровительницу Чертога Лисы И Эпохи Лисы Это Ма Ра Если посмотреть Вот На круголетии Числа Бога Символ Руна Этого Чертога То это Крест Самый обычный Двумя перекладинами Вот То есть Эпоха Мары Во многом Подразумевает Именно Приход В явный мир Молодых Стихийных Душ Из темной Нави То есть Именно в эту эпоху У них открывается Прямой канал В светлую Нави И именно Мара Покровительствует Этим всем Молодым Стихийным Душам Вот И Наша Скажем так Устои Наша Культура Начала Шататься Когда В явный мир Потоком Плынули Вот эти Молодые Стихийные Души Которые Во многом Наш Устои И расшатали Но эпоха Она такова Что вот Именно в это время Набираются Из темной Нави Вот эти Души Стихийные Которые Потом На протяжении Нескольких Эпох Будут здесь Облагораживаться И занимаются Этим Мара Вот Если вы Посмотрите Христианство То созвучно Слово Мара Мария И так далее Вот Что касается Рожаны Ну я вам Не скажу Точно Я не настолько Знаток Христианского Христианских Святых И там Христианских Всех У них же там Богородица Только одна Все остальное У них святые Вот Не знаток Святых Скорее всего Есть Замещение Потому что По другому И быть не может Но кто это Конкретно Я не знаю То есть Со своими Разобраться Да А тут Еще и Предлагая С другими Ну на самом Деле Да Ветхи Заветных Святых Множество И Новых Заветных Святых Множество И Чуть ли не Каждый день Есть почитание Каких-то Святых Первоапостольных Или самих Апостолов Тут Наверное Христианам Лучше Понимать Но Проблема в том Что многие Христиане Считая себя Русскими Свое Прошлое Не знают Не понимают Казалось бы Карта вам в руки Друзья Идет какой-то Праздник Какой-то Христианский Праздник И там Какой-то Библейский Пророк Или какой-то Святой Ветхозаветный Или Новозаветный Вы Поинтересуйтесь А в древности Что здесь было У нас Что праздновали И посмотрите Какое Пересечение Есть или Не есть Потому что Ну нельзя Свои корни Забывать Вы пожалуйста Нравится вам Это чувствуете Что вам помогает Ну и хорошо И замечательно Никто вам Там не говорит Что это Вам надо Как-то по-другому Прямо сейчас Все оставить Там бежать Куда-то В другое место Нет Если помогает Слава богам То, что называется Но свое Тоже забывать Нельзя Иначе Получается Как Иваны Не помнящие родства Или как Свинюшки подзаборные Да Вот там Свиноматки Оторвали Если уж мы говорим Такими образами И куда угодно Переслали И там Живет А ведь Человек Без прошлого Не знаю Своё прошлое Как дерево Без корней Дальше Я Гриша Вопрос в эфир Доброго здоровья Дарислав Слышал Что дети Рождённые В конце лета В начале Осени Выше ростом Дети Что думаешь Об этом Рождённые А как ещё Что дети Рождённые В конце лета В начале Осени Выше ростом И имеют Крепкие кости Что думаешь Об этом У меня таких достоверных сведей нет Я единственное могу добавить, что действительно наследственная память формируется во многом под воздействием внешней окружающей среды То есть это место, где рождается человек, и это время года Соответственно зимой рождаются более крепкие ребята с крепким иммунитетом Соответственно, потому что для выживаемости им необходимы именно такие качества Но остальные, я знаю, что есть особенности Но насколько они проявляются, у меня тоже такой достоверной информации нет А сейчас под воздействием прививок все это сбито Вот, и я могу сказать точно, что именно прививки во многом И вот эти вот образы, которые выбрасываются в общество Они во многом формируют и рост, и вес, и поведение Посмотрите, вот есть сейчас прямо, очень хорошо было заметно у меня в армии Когда я служил на срочной службе, очень хорошо были заметны призовы Вот призов наших, так сказать, дедов, они все были как один Они были все высокого роста, почти под 2 метра Они были все большие, широкие Вот, а наш призов, все были среднего роста, среднего веса, среднего веса То есть, говорится о том, что вот прямо сильное отличие видно по годам Вот, и это может, с одной стороны, быть влияние, конечно, круга лета Влияние земель и звезд Вот, но такое резкое различие, причем в малый промежуток времени Там буквально несколько лет Я все-таки считаю, что во многом это делают прививки Насчет прививок вообще-то отдельная история Меня умиляет всегда, когда рассказывают каждую осень И в конце лета рассказывают о новой какой-то эпидемии гриппа Что она вот такая пандемия, прям деваться нам некуда Только прививки наши все, да Вот об этом нам всем рассказывают, усиленно нас пугают этим всем делом Особенно там голубые экраны этим всем прославились Но у меня вопрос Вот, к примеру, там черная оспа, да Прививку сделали в детстве И всю жизнь иммунитет От свинки сделали Всю жизнь иммунитет Или что-то там еще вкололи Всю жизнь иммунитет А тут вот как-то каждый год И грипп все новый, новый, новый Никакого иммунитета нет Мало того, возвращается через 2-3 года новый штамм И опять надо делать прививки Может быть, дело-то не в прививках Тем более, как показывает статистика Что очень много осложнений Особенно у детей и у пожилых людей Кто прививки делает Очень много осложнений Несмотря на то, что прививки вроде там французские Или из каких-то там проверенных мест Или еще откуда-нибудь Вот, потом дальше Как высказался тут один человек Прививка Врач сказал, да, по телеку сказал Прививка не гарантирует того, что вы не заболеете Она гарантирует то, что болезнь пройдет легче Смешно стало, да? Вот цирк вообще То есть, я не знаю, куда уже бечь Но народ настолько свято верит во многие вещи Которые на голубом глазу произносятся Что я вот... Какая-то секта у нас Вот просто секта Что такое секта? Это когда человек, неуверенный в себе С какими-то личными проблемами Идет к тому, кого он считает авторитетом Вот это первый признак секты Если вдруг какой-то человек Заявил о том, что он там делает вот это Или вот это, или вот так Что он крут А все остальные не д'Артаньяны И вы смотрите ему там в рот Каждое слово его ловите И всем доказываете, что он крут Знайте, вы сектант Знайте, у вас проблема личной жизни Просто достаточно... Ну, серьезно Достаточно с ней разобраться С этой проблемой личной жизни И вам гуру никакой не нужен Потому что жизнь она мудрее Если вы живете в этой жизни хорошо То вам никакие вот так называемые учителя не нужны А здесь что происходит? Вон тот гуру типа того Разобрался в жизни Он мне поможет Я к нему пойду Он скажет, чего как делать И все Жизнь моя улучшится И сразу мы мир улучшим А ведь смотри Многие-то люди идут в секту не для того Чтобы свою жизнь изменить к лучшему Не себя улучшить А чтобы улучшить тот гадкий мир Который их окружает То есть это такие борцы с этим плохим миром Вместо того, чтобы сделать сильнее себя Вместо того, чтобы крепких детей народить Дать им правильное воспитание Сделать крепкую семью Продолжить свой род Улучшить жизнь вокруг себя Нет Они идут воевать с соседями Которые находятся в этой же ситуации И косо смотрят на тебя Чтобы тебя еще спереть Или как тебе там еще машиной колесо проколоть Или как твою корову отравить Ну не знаю Как твои груши и яблоки ночью оттрясти Чтобы ты там без урожая остался Ну вот к примеру Вот у них проблемы В отношении к тебе Ты плохой У тебя проблемы в отношении к нему Он плохой И вот этот мир весь плохой И там правительство не такое И там пиндосы сюда наезжают И кто-то сюда прибегает к нам И тут что-то взрывает Там что-то А вы где? Вы-то что делаете? Это психология сектанта Человек, которому все плохо в жизни И он хочет изменить этот мир Не изменяя сам себя А для того, чтобы изменить мир Нужен какой-то гуру Нужен какой-то крутничок такой В памперсах Которые там скажут, что делать И сразу побегут себе делать Сразу все лучше станет Вот это сектанство Так что Ну в принципе я простой рассказал Мне кажется Уже должно быть понятно каждому Давай дальше Аркуинон Уточнение в эфир К тебе Камешек твой огород Настой настаивают А отвар варят Нужно точнее выражаться То есть ты видимо Совместил эти два понятия И вот он такое Ну предложение сделал Чтобы более точно выражаться Хотя на мой взгляд Ведь бывает так Ты сначала отваришь Ну то есть закипятишь Да А потом он еще настаивается И получается Отварной настой Тут еще такая Промежуточная Промежуточная Такое есть А есть настой Когда даже не кипятком заливают А просто холодной водой И он настаивается Вот если нет горячей воды Больше 40 градусов И выше То наверное Это может считать Полноценным настоем А если там уже есть Температура какая-то Высокая То это может уже быть Как отвар Запар Завар И как угодно Вообще Я хотел сказать Что идеально Это просто малиновый сок Натуральный Но в октябре В Сибири Малину найти Живую Тут только замороженную есть Вот Поэтому они просто Либо берут Покупают Вот эту же Малину Мороженую Вот Запаривают Кипятком И делают Скажем так Мед добавляют И так далее Вообще идеальный вариант Это вот именно Живая натуральная малина Вот Не пастеризованная Не кипяченая И так далее Так что Скорее Больше даже настой Нежели В завар Потому что При кипячении Все полезно И убивается В этой малине Вот Мне тут уже Ингварь пишет Алексей Что-то пугает Это мы тут Все сектанты Ужас Ужас Какое невежество Секта Часть целого Иногда Заблудившегося Целого Видишь Как у нас это Вообще ветка Так уж Если так говорим Ну секция Отделения От чего-то Или в чем-то Да Ну Секция Ладно Давай мы Продолжим Да Давай Я просто Смотрю еще вопросы В чате И так Интересны Иногда Такие Реплики Так Дальше Дарья Пишет Повторите Пожалуйста Расположение Богов Чакрального Вот ты когда Рассказывал Там на челе Вот это На лобном месте Вот это Ну записывайте Тогда Внимательно Помедленнее Пожалуйста Я записываю Тогда я записываю Значит Начинается Все с рода Род Есть даже Такая сказка На эту тему То есть Человек Живет в системе Вообще Человек Как зернов В амбаре Вот Он Мужчина И женщина Не замужние Не женатые Они как потенциал Вот И что из них Вырастет Абсолютно Неизвестно Вырастет Только когда Зерно попадает В определенный устой В родовую устой Например Начинает Произрастать То есть Как землю Бросает Вернее Зерно Бросает В землю Пока Она лежит В амбаре Она не растет Как только Она попадает В землю Она начинает Произрастать И то При определенных Условиях Поэтому Родовой устой Это Условия Внешние Условия При которых Начинает Пробуждаться И произрастать Родовая память В человеке То есть Как цыпленок Есть яйцо А есть яйцо Которое лежит Под квочкой То есть Для этого яйца Созданы Определенные Условия При которых Внутри Начинает Созревать Цыпленок И потом Вылупляется Вот То есть Вот в этом отношении Пока человек Находится в системе Сложно сказать Что он живет Родовым устоем Вот Потому что Система Не подразумевает Данных Внешних обстоятельств А вот Когда он Женится Или выходит Замуж И уезжает В деревню Вот это Уже ближе К родовому устою Вот Когда он На землю Возвращается Когда у него Дома Родовой алтар Появляется Когда он Начинает Соблюдать праздники Обряды Определенные Вот это Уже ближе К родовому устою Именно в этих условиях И происходит Возрождение Рода Вот Возрождение И пробуждение Родовой памяти Но вернемся К вопросу Значит Первым Это род Это родничок То есть Это девятый центр Как у нас Как у нас Называется Серебристого цвета Поэтому У каждого потока У каждого человека То что называется Ультрафиолет То есть Запредельный Ну Либо белый Вот Следующий Вниз Восьмой центр Это у нас Чело Фиолетовый цвет Цвет Индиго И этим центром У нас Управляет Перун То есть Именно там у нас Озарение И там у нас Молнии Пробуждаются Вот Именно оттуда У нас идет Ведь там у нас Находится Личность у нас Пребывает в лобных долях Соответственно Нервные импульсы Как мы на прошлом Эфире говорили Которыми управляет Перун У нас ведь Они протекают В Разнонаправленных Потоках Вот То есть От тела К разуму И от разума К телу Вот И поднять Как я уже говорил Тело в атаку Когда оно Говорит Соответствие Инстинкту Сохранения Сиди Не высовывайся А тут Подняться на поле И идти вперед Нужно иметь Большую силу Внутреннюю Именно эту силу Человеку И этой силой Наделяет Перун Помогая ему Нервные импульсы Направлять От личности К телу Вот Этим Центром У нас Управляет Перун Чело Следующий центр Это устье Это вот как раз Цвет синий Как я уже говорил Этим центром У нас управляет Велес То есть Великий лес То что находится Между двух миров Между подземным миром И надземным миром Вот Между землей И воздухом Именно он Нас отделяет От предков Именно Велес Пропускает Людей Из системы В мир Образов Славянских Вот То есть Велес любит Тружеников Которые трудятся Своими руками Что-то делают Живут на земле Взаимодействуют С природными силами То есть Через него Можно пройти И поэтому Когда Мне Начинают Высказывать В сторону Родноверов Я говорю Ребята Это врата В славянский мир Именно Велес их Открывает И многие Ребята Проходят Через славянские Родноверческие Общины Погружаясь Дальше Уже В родную Ведическую Веру Вот То есть Велес у нас Отвечает За Иммунитет За кожный Покров За Устья То есть То что Исторгается Из человека В том числе Речь Вот Следующие У нас Идут Это у нас Три духовных Центра Высших Следующие Идут Три душевных Центра Это как правило У нас Богородицы То есть Левая сторона Это Леля Правая сторона Это Лада И середина Это солнечное Сплетение Либо же Макош Это центр Макоши Потому что Богородица Макош У нас Во Вселенной Управляет Силой Которая Все Держит Целостности То есть Мать Ковша Кошель Кошелк Кошма И так далее То есть Это нечто Что Держит в себе Менее Плотную Энергию Вот То есть Говорится Что золотыми Нитями Макоши Пронизано Все Мироздание И если мы Посмотрим Сварог Небесный Рог То есть Небесный Вихрь Наша Вселенная В форме Небесного Вихря А Макош У нас Всегда Держит На руках Именно Рог Изобилия То есть Макош Является Родной Сестрой Сварогу То есть Макош На своих Руках Держит Вселенский Рог То есть Все Мироздание Держится Золотыми Нитями Макоши Именно Она Дает И плетет Узор Судьбы Человеку И вплетает В него Либо Золотые Нити Успеха Либо Гнилые Нити Неудач Все Зависит От Целостности Человека То есть Макош Именно Солнечным Сплетением Дает Целостность Человеку То есть Гармоничная Целостная Личность Может построить Гармоничный Целостный Мир И прежде чем Мир строить Раньше всегда Отправляли К Макоши Чтобы Человек Восстановил Свою Целостность Вот Лиля И Лада Лада Это Любовь То есть Богородица Лада Управляет Силой Во Вселенной Лада Это как Масло в двигателе Автомобиле То есть Это Сила Которая Не позволяет Объектам Тереть Друг друга То есть Это как Промежуточная Сила Которая Все Сглаживает Выравнивает И Позволяет Механизму Двигаться Плавно И мягко Лиля Отвечает У нас За Интуицию То есть Возрождая Родовую Память Когда нет Источников Материальных Возрождать Приходится Самостоятельно По Наитию По Интуиции То есть Рисуешь Родовой Герб А Что там Ведь предки Не оставили Ничего Ты начинаешь Рисовать По Наитию То есть Нравится Или не нравится И не только Герб А вообще Вся жизнь Очень часто Вот Сути Более зрелые Которые приходят Возрождать Родовую Ветку Они живут Именно Наитием То есть Многое Они восстанавливают Самостоятельно Из родовой Памяти Именно Лиля В этом Премного Способствует Вот Это три Душевных Центра И три Центра Земных Это Живот Зарод И Исток Здесь Живот Как я уже Сказал Это Сварок Вот Потому что Есть такая Легенда То есть Человек Проснулся Осознал Себя Часть Урода Пробудив Себе Информацию И Первое Что Ему Приходит На ум В каком Кошмаре Он Живет Вот И В соответствии С этими Устойами Ему Богородица Лада Помогает Все Наладить Расставить Все по полочкам И восстановить Вот эту Вот связь Между Внутренним И внешним Миром Дальше Когда он Немножко Там у него Все улеглось На помощь Ему Приходит Перун И он Дает ему Мудрость Знания Капища Веды Перуна Санти Перуна Вот Мудрость Перуна Он в нем Пробуждает Его внутреннюю Мудрость Получив Мудрость Ему Необходимо Ее Применить На практике И он Обращается К природным Силам К Велесу И Уже В матушке Природе Он пытается Эти знания Применить В Жизнь Когда он Попробовал Что у него Что-то Получается Он Начинает Строить Свой мир И вот Здесь Без душевных Качеств Никак То есть Без лады Любви Без целостности Без интуиции Нет возможности Построить мир Вот он Прикасается К этим Пробуждает Эти силы В себе Выстраивает Мир Но мир Мало построить Им же нужно Еще и управлять И вот Здесь На помощь Ему Приходит Сварок То есть Сварок Приходит Уже Когда Все готово Вот И вот Сейчас В нашем мире В первую очередь Трудится Лада Матушка Именно она Помогает Ладит Налаживает Все Вот Всю эту боль Помогает Удалять Из родовой Памяти Людям Помогает Наладить Взаимоотношения С близкими Родными С окружающим Миром Вот И Сварок Семаргл Помогает Уже Управлять Этим Миром Ну А дальше Там Зарод Это у нас Опять же Больше Относится К рожане И к Ладе В том числе Потому что Связь между Мужчиной И женщиной Вот если Макоши Олицетворяет Материнскую Любовь На уровне Груди То Лада Матушка Олицетворяет Двойную Связь Между Супругами Они связаны На уровне Сердца И на уровне Зарода Вот Поэтому Лада У нее Такая Двойная Функция С одной Стороны Это Любовь На уровне Сердца На уровне Груди А другая Любовь На уровне Зарода Вот И последний Центр Это у нас Мать Сыра Земля То есть То на чем Мы стоим То что Нам запитывает Следующий Уровень Это Уже Более Глубокое Познание То есть Там опять Начиная Сверх Идет Рожана Это проявление Материализация Уже Мыслей Дальше Идет Один Это Проникновение Вглубь Образов Это Очи Ну и так далее Дальше Идет Опять же Вторым уровнем Это У нас Там Ярила Вот Творческое Начало Ну В общем Первый круг Это девять Высших Богов Покровителей Ну Для начала Достаточно Хорошо Тут Такая реплика Пришла За что Чат наш Уважаю Что такие Умные люди У нас Выпадаются Они прям Готовы Сразу цитировать Вот Роман написал Могу ответить На этот вопрос Ведущего Ну про грипп Существует Четыре Сейчас я здесь Выключу прокрутку Автоматическую Чтобы не убегала Так Существует Четыре Вида И Убегай Все равно Четыре вида Гриппа И сотни Подвидов Одним Видом Человек Обычно Болеет В детстве И получает Иммунитет На всю жизнь Остальными Типами И подвидами А их сотня Болеть можно Бесконечно И вот Наши ученые Введут Своеобразную Статистику Пытаются Вычислить Какие типы Гриппа Лошадины Свины И прочие Придут к нам В страну В этом году Вакцина Действует Обычно Четыре Подвида Вот В итоге Получается Что если Они ткнули Пальцем И не туда Что обычно И бывает То человек Болеет Как будто Не делал Никаких Прививок Ну вот Я заметил По себе Что Я Помню Что мне делали В школе Что-то В рот Брызгали От гриппа Когда еще Совсем Такой Юный Был И потом Что-то То ли в армии Там нам всем делали Укол какой-то Делали В плечо Или куда-то еще Вот два раза С тех пор Ни одной прививки От гриппа Я не делал Но я обратил внимание Что если Я заболеваю И я болею Примерно так же Как болеют Те Кому Прививки Ставили Или Я не заболеваю Вообще А эти люди Ходят В течение Двух Недель Как минимум Такие Все какие-то Увядшие У них настроение Какое-то подавленное Такой Допресняк полный Вот Поэтому Делать прививки Или не делать Тем более С учетом того Что написал Роман Как-то не знаю Стоит Не стоит Знаешь Вот Я хочу добавить Со своей стороны Во-первых Все Вот эти ОРВИ ОРЗ Гриппы Это Во-первых Городские болезни Как правило Потому что Я Могу сказать Точно Любые сопли Любой кашель И насморк Это загрязнение Душевного поля То есть Таким образом Организм Очищается От негатива То есть Записывает На сопли На слезы На воду Негатив И выделяет Его через Поры Из организма Этого Можно всегда Избежать Если вы Вовремя Своё тело Очищаете То есть Я например Вот если Почувствовал После общения Там После При поездке В город Что у меня В носу Защекотало Да Это первые признаки Того что появится Насморк Первое Это конечно же Смыть Всё водой Это поле Почистить Вот Умыться Под душ Сходить Или в баню Во-вторых Обязательно Нужно отлиться На воск Это прям Вот Прям как Воск Это прям как Душ Для души Он всё Весь негатив Который Там осел У вас В душевном поле Всё очень хорошо Собирает Вот Потом это всё Сжёг Удалил Вот И Для профилактики Я делаю капли Чесночные С мёдом У меня Насморк Обычно Один день Если даже Он меня где-то Поймал Вот То есть Говорить о том Что я гриппом Болею Там неделю У меня там всё ломает У меня такого вообще В жизни никогда не было Ты счастливый человек Ты лучше тогда Расскажи Раз уж ты сказал Давай бы Отлить воск И вот этот Чесночный С мёдом Давай с мёда Начнём Чеснока Скорее всего Давишь чеснок Выжимаешь сок Да Добавляешь Туда мёд И вода Капли Получаются Ядрёные Но В действии у них Великолепные Вообще Вот день Всё К вечеру Уже Насморк Практически Заканчивается Пропорции Какие Сколько Капли Сколько Этот Вот Всё То что вы Раздавили Чесночный Зубок Кинуть Туда Помешать Потом Через Марлечку Процедить Вот Пипеткой Закапать Если сильно Жгёт Добавьте Немножко Воды Ещё Разбавьте Вот Если Терпимо То Но Я больше Никаких Других Капель Не признаю Только Вот эти Чесночные Но Предварительно Нужно Конечно же Отлиться На воск Чтобы Почистить Поле Ну Хорошо Значит Разобрались Капнули В обе Ноздри По одной Две Капельки Наслаждайтесь Жизнью Пока Вас дерёт Пойте Мантры Так Теперь Что Что касается Теперь Воска Давай так Расскажем Как отливать Взяли чистую воду Просто чистую Или там Процеженную Или из родников Давай так Тогда уже С самого начала Значит Если желающие Слушают Записывайте Вот Значит Первонаперво Я всегда Дома держу Плавленый воск То есть Он у меня Вот Всегда Мёд И воск То есть Это Два компонента Которые У меня дома Есть в наличии Всегда То есть Покупаете У пчеловодов Мёд Плавленый Такой Кусками Обычно Там Пару Тройку Килограмм Купили Вам Хватит На какое-то Время На месяц На два Значит Что нужно Сделать Берёте Для этого Обряда Мисочку Желательно Не металлическую То есть Любую Кроме Металлической И Кружечку Вот Кружечку Как раз Металлическую То есть Откалываете Кусочек Воска Грамм Пятьдесят Ставите На плиту Растапливаете Воск Он Сначала Растопится То есть Станет Жидкий А потом Его нужно Ещё Немножко Накалить То есть Вот Как только От него Пошёл Немножечко Дымок Такой Прям Чуть Чуть Сизый Всё Вот он Готов Значит Ну Я Приведу Пример На Человеке Которого Будете Отливать Вот А потом Уже Там Прилучитесь Самостоятельно Отливаться Либо Научите Кого-то Из Родных Значит Нужно Посадить Его Жилья Вот То есть Я так понимаю Всё равно Все квартирные То есть Не на Лестничную Площадку Не надо Соседи Вас не поймут То есть Из кухни В коридор Например На выход Из жилья Между комнатами Потому что Пространство Между комнатами Является Вратами Между Мирья И там Потоки Текут Определённым Образом Значит Садите Его Он садится На стул Спина Прямая Руки На коленях Ладонями Вверх Глаза Закрыты Вы Берёте Мисочку Наливаете Туда Половинку Воды Воду Можете Набирать Любую Из-под Крана Значит Берёте Этот Расплавленный Воск В одну руку Мисочку В другую руку Подходите К человеку Сзади Со спины Мысленно Процеживаете Его Золотой Сеткой Ну Три Четыре Раза Снизу Вверх Поднимая Весь Негатив У него Над головой Такой Как Сизооблако Держите Над головой У него Миску С водой И начинаете Медленно Выливать Воск Воду Со словами Тело И душа Хворь Отдаёт Воск Принимает И застывает Тело И душа Хворь Отдаёт Воск Принимает И застывает То есть Таким образом Вы шепчете Пока не выльете Весь воск Затем Когда воск Вылили Можете Еще несколько раз По часовой Стрелке Этой миской С водой Провести Над головой И постоянно Представляете Мысленно Что весь Негатив Из золотого Поля Человека Собирается На этот Воск То есть Воск Застывает И автоматически Всю грязь На себя Стягивает Потом Можете Еще эту Миску С воском По которой Застывает Провести Вдоль Позвоночника И прочистить Все силовые Центры То есть Чакры И в конце Прямо В завершении Представляете Как полностью Всю грязь Собрали С поля С душевного С ауры И убираете Миску Значит Миску Можно поставить Куда-нибудь Под стол Особо Ее не Разглядывайте Чтобы Не забирать На себя То что Вы там Понаснимали Воск Когда застынет Он покажет Что было В поле Человека Дырки Зубы Там Трещины Разломы Это вот Поле было Такое Если блинчик Ровный Значит и поле Было Тоже ровное Без всяких Изъянов Затем Этот воск Нужно Полиэтиленовый Пакетик Палочкой Деревянной Либо пластиковой Аккуратненько Сложить То есть Не надо Брать его В руки Вот И Затем Сжечь его Либо в печке Либо где-нибудь На костре Вот Но желательно Сжечь При этом Можно Прочитать Славление Семарглогнебогу Славление Семарглогнебога Можете найти В поисковике В Яндексе Набирайте Славление Семарглогнебога И оно Появится Вот А воду Которую Осталось В миске Надо будет Вылить в унитаз Или куда-нибудь Во двор На помойку Со словами Откуда пришло Туда и ушло Вот То есть Часть Вы Негатива Собрали на воск Вот А часть Отправили Неразумным Те кто послал В вашу сторону Вот этот негатив Вот Как говорится Каждому По делам Вот Вот таким вот образом Вообще Происходит отливка Если вам Научить некого То Делайте то же самое Только впереди себя Садитесь на стул Точно так же Аккуратненько Выливайте воск Вот Шепчете те же слова И собирайте Перед собой Точно так же Весь негатив На воск То есть Отливка на воск Вот именно Эта отливка В таком вот виде Она Она безопасна Она проста Очень То есть Отливать на воск Можно все что угодно И болезни Но это все зависит От силы мастера Вот эта Отливка Она Самая элементарная Самая простая Которая просто Чистит ваше поле От Всякого негатива Вот То есть У меня есть ролик На ютюбе Это Ролик называется Простые методы Очистки от негатива Повседневная Посмотрите Там я очень подробно Рассказываю Как пользоваться Методами очистки Которыми Пользовались Наши предки Игварий Задает вопрос А как избавиться От воска Уже видимо Использованного В квартирных условиях Ну Я вам предлагаю Собрать Отливки Несколько Там Штук В пакетик Полиэтиленовый Потом Сесть На Какую-нибудь Электричку Уехать За город Развести Костерок В лесу И спалить Благополучно То же самое Такой же ответ Не в голову Пришел Хорошо Хорошо Так Идем дальше Игорь Панько Вопрос в эфир Активно Сейчас пропагандирует Child Free Ну о чем мы говорили ЛГБТ Сообщество Феминизм И так далее Как думаете Что надо делать Для того Чтобы обезопасить Детей Какие методы Надо предпринимать Не надо ничего делать Друзья мои Не акцентируйте На это вообще Внимание Я вам Хочу простой метод Вернее Хочу простое понятие Дать Которое давали Наши предки И которое мы Сейчас даем Есть действительность А есть реальность Действительность Это Вся вселенная Со всеми проявлениями Реальность Это то Что видим Только мы То что мы видим Заложено В наших настройках Генетических Поэтому Мы видим Только то На что настроены И Необходимо Всегда в себе Самом Корректировать Эти настройки Вы Все творцы Собственного мира Соответственно Все что вы В свой мир пропускаете То в этом мире Потом и процветает Если вы В свой мир пропускаете И питаетесь Новостями Из телевизора О разрухе Войне Голоде И море То это То же самое Будет проявляться И в вашей семье То есть То чем вы Питаетесь То вы Питаете В себе Самому Если вы По телевизору Смотрите Как раз Вот эти Все Проявления Соответственно Они будут Преобладать В вашей жизни Друзья мои Учитесь Правильно Воспринимать Информацию И эмоции И соответственно Выстраивайте Свой гармоничный Мир Славянский Мир Мир Славянских Богов И образов В которых Нет места Ни Чайлдфри Ни ЛГБТ И так далее В моем мире Таких нет У меня Однажды Спросили Вот ты живешь В Омске А много у вас Там казахов Я говорю А я их даже Не знаю В моем мире Как-то нет Я их даже Как-то и не вижу Я на них даже Не акцентирую Внимание Я их даже Не замечаю Вот Зато приехав В Москву Я оценил Сколько у вас Кавказцев Вот это Реально Там Много Вот Поэтому Не надо На этом Акцентировать Внимание Это еще В древности Предки Никогда Не акцентировали Своё внимание На негатив Вот И потом Будьте уверены В своих детях Дети ваши Это светлые Чадо Которые пришли Быть Созидателем Соответственно Дайте им Волю выбора И не волнуйтесь За них Не будет В вашей семье Ни голубых Ни фиолетовых Ни всяких других Вот Опять же Все зависит от вас Вы же пример Даете Ребенку Так что Будьте примерами Для своих детей И все нормально будет Согласен с тобой Когда вы куда-то Направляете Своё внимание То туда Направляется Ваша энергия Куда Направляется Ваша энергия Туда Направляется Ваша кровь Если касаемо Это В наш Внутреннего Состояния Человека Куда Направится Кровь То Направляется Жизнь Вот это Все Вместе Если вы будете Понимать То тогда Вы будете Очень дорого Ценить Своё внимание Не будете Его Во всякую Помойку Сосовывать Это Первое А второе Наконец-то Спрашивали Когда же Будет Вторая часть Занятия Записал Вторая часть Как раз Об этом Говорится Как же Все-таки Реагируя То же самое Не привлекать В себе Всякие Гадости И глупости Как делать Так Чтобы Если вы С чем-то Не согласны Проявлять Свою Гражданскую Позицию Но при этом Чтобы на вас Проблемы Вот эти Все Не заливались И там же Дана Техника Безопасности Правда Пока еще Не монтировали Просто так Отвечают Потому что Часто спрашивают Когда бы Вторая часть Семинара Вот Наконец-то Был записан Но пока Еще не монтировано Надеюсь Что Ответил Сразу Два-три Вопроса Которые Могут возникнуть Вопрос в эфир От Олега Из Иркутска Кто По твоему мнению Из славянских Богов Богинь Из всего Их многообразия Начертал На ладонях Человека Линии жизни О интересно И в каких Славянских Источниках Можно подчеркнуть Знания Об этой Области Ведь Используя Эту ручную Карту Плюс Зная свое Предназначение Исходящее От имени И родового Имени Можно с большей Отдачей Пройти Дорогу Жизни В мире Яве Благодарю Ну Линии Вообще На руках Начертали Боги Такие Как Папа И мама Потому что Именно Мама Сотворяла Это тело И в соответствии По образу Папы Они И Сотворились Вот Плюс И еще В этом Участвовала Суть Вот Потому что Именно Суть Готовила Вместилище Для Того Чтобы Воплотиться В этом теле И потом Реализовываться Вот И Если вы Знаете То Левая И правая Рука Они У некоторых Людей Отличные Эти линии У некоторых Они Неотличные То есть Левая Это то Что В вашем Физическом Теле Дано От природы То есть Это Наследственная Память Правая Это то Как Вы Эту Наследственную Память Трансформировали И Изменили Вот Вообще У нас Есть Понятие Родовая Память Делится На Три Основных Части Аспекта Первая Это Память Сути Это Память Прошлых Воплощений Вторая Это Наследственная Память Это Память Предков Это То Что Вы Получили Вместе С телом В нее Входят Наследственные Качества И признаки Рода В котором Воплотились Астрология Дальше Особенности Социума Ну и так далее Мерности Реальности Временного Потока И так далее Вот И Очень часто Суть Которая Воплощается В явный мир Приходится Эту информацию Трансформировать Потому что Она не позволяет Им реализовываться В полной Мере То есть Когда В теле Селянина Воплощается Боярский дух Как мы уже Предварительно На каком-то Из эфиров Говорили на это То есть Для того Чтобы ему Реализоваться Именно как Боярину То есть Управленцу Управляющему Материальными Средствами Человеческими Скажем так Людьми Ему необходимо Это тело Отформатировать И тогда Он начинает Его действительно Тренировать И в том числе Психологически Вот То есть Социальные слои Это как слои В океане Если ты На каждом слое Живут свои Живые существа Если ты Опускаешься ниже Тебя начинает Плющить А если Поднимаешься Выше Раньше времени Тебя начинает Рвать Вот здесь Все то же самое Поэтому Линия На славянских Руках Это Своеобразная Кристаллическая Энергетическая Решетка Через которую Мы воспринимаем Мир И изучаем Вот Кто конкретно Из славянских Богов Или богинь Занимался Этим делом Я могу Сказать Только одно Что Это нужно Смотреть Кто действительно Моделировал Наше физическое Тело Со всеми Его особенностями Вот Кто конкретно Из богов Или богини Это делал Я точно Сказать вам Не могу Вот И могу Только Сказать Что В поиске Предназначения В явном мире Их Вообще Несколько То есть Предназначение Бывает Четырех Видов Первое Предназначение Это Перед родом То есть Род в котором Вы воплотились У вас есть Перед ним Ответственность То есть Нужно Сделать то же самое То есть Дать возможность Воплотиться Другим Отплатив тем самым Своему роду Благодарностью И любовью Второе Вторая ответственность У нас перед матушкой Вернее перед социумом Мы все существа социальные Все живем в народе И соответственно У нас наша деятельность Тоже направлена На принесение пользы народу Если в вашей деятельности Пользы нет То социум не откликается Зарплату вы не получаете Прибыль тоже Соответственно Жить невозможно Вот Дальше Предназначение И ответственность Есть перед матушкой Природой Мы все В ней живем Мы все В ней Существуем Развиваемся И у нас Ей перед ней Ответственность Поэтому У нас всегда Охрана природы Охрана Живых существ Была На приоритете В приоритете То есть Жить в гармонии С природой Это один из наших Основных принципов И следующее Предназначение Перед личностным Ростом И развитием И вот Все эти предназначения Они Так или иначе Должны Быть встроены В жизнь Человека Если одно из Предназначений Не выполняется Человек чувствует Себя Некомфортно Негармонично Вот И несчастлив Также у нас Существует Четыре составляющих Это Тело Душа Дух И личность Все эти Составляющие Реализуются Каждый в своем мире То есть Тело реализуется В инстинктах Душа В творчестве Дух В управлении А личность Реализуется В социальном Статусе И все Из этих Четырех составляющих Тоже должны быть Реализованы В жизни человека Иначе Он тоже Будет себя чувствовать Негармонично Некомфортно И несчастливо Вот Поэтому Предназначение По родовому имени И по Линиям на ладони Это Всего лишь Одна из Составляющих Предназначений Вот Конечно Их используют При Выборе Своего пути При Даже не выборе А при Воспоминании Вот Того пути Как я на Предыдущем эфире Говорил Что Как правило Люди На будущую жизнь План составляет Предыдущий То есть Как Вечером Составляется план На будущий день Вот Так и в жизни Точно так же Очень часто У нас Предназначение Тянется из прошлой жизни То есть То что мы стремились Реализовать В прошлой жизни Но погибли Или умерли По каким-то причинам Вот Эта реализация Переходит В эту жизнь Вот И она Чувствуется Где-то На интуитивном Уровне То есть Человек чувствует И Ищет Ее Найти ее Можно только С помощью души Потому что Именно в душе Записана Эта информация Поэтому Мудрость Народная Гласит Живите Всегда По душе Любимую Выбирайте По душе Профессию По душе Занятия По душе По сердцу И тогда Вы никогда Не ошибетесь Хорошо Дальше Игорь Паньков Вопрос В эфир Верите ли вы в то Что сам Иисус Был послан богами Как говорит Один из известных людей Фамилию я специально Не зачитываю Это Фамилию я не зачитываю Не так вопрос Написано Для очистки евреев И что Ранее христианство Это было Ведическое знание Благодарю Веруешь ли ты В Господа Да Уверуй Уверуй Брат мой Веришь ли ты В Господа Ну По этому поводу Сказать Ну Послан был Евреем Для Очищения Ранее Христианство Как Ведическое Знание Ну Действительно Там есть Такие Интересные Моменты Которые Перелегаются С нашим Знанием Потому что Ну По другому Ну И не должно Быть У меня По отношению К Иисусу Вообще К христианству Есть свое Определенное Мировосприятие Которое мне В свое время Передали Вот Я его взял На вооружение И оно Меня вполне Не устраивает Я могу Я могу Его В эфир Сейчас Изложить Вот Как ты считаешь Есть Ну Ты сейчас Злым станешь Сразу И некачественным Ты по-доброму Ты добрый будешь Человек Нет Здесь Много Клянись Клянись На Библии И на Ведах Одновременно Ты будешь Говорить правду Только правду И только С добрыми мыслями Для меня Многое Стало Понятно Потому что С одной стороны Есть конечно же Библейский проект Как уже говорили Да То есть Этот проект Начался Не тысячу лет Назад Где-то Около Пяти тысяч Лет Назад Это вот Внедрение Вот этих Вот Игрегоров Вот Каждый Игрегор Религиозный Он Работает По-своему То есть Вообще Сейчас Вся система Администраторы Земли Так все Выстроили Что Все Направлено На Откачивание Силы Из человека То есть Эмоций Весь Шоу-бизнес Весь Все Спортивные Мероприятия Религиозные Конфессии Они все Направлены На то Чтобы Из человека Откачивать Его эмоции Поэтому Человек Вместо Став 40 лет Живет 60 лет Всего лишь И все Вот Всю энергию Он раздает Всяким ЛГБТ К христианам Евреям Иисусам И так далее Только не свой мир Он созидает Он Кормит Другие миры Своей силой И вниманием Вот То есть Это один вариант Что Религия Христианство Мусульманство Иудаизм И все остальные Они Созданы для того Чтобы откачивать Эмоции Человека Вот вы приходите В христианскую Церковь И вам говорят Радости в жизни Нет Бог Страдание И все То есть Вы увидели Распятого Иисуса На кресте И у вас Так или иначе Уже чувство Жалости Возникло То есть Энергия пошла Потекла Вы еще ничего не сделали А энергия уже потекла Это очень важно Что это за Бог Который не дает Человеку радости Это не Бог Однозначно Потому что Наш Бог Солнце А он дает Человеку радость В первую очередь И творчество На созидание Но это отдельная тема Вот Поэтому отношение К эгрегорам Оно вот Складывалось У меня Таким вот образом Но с другой стороны Ведь Нет предпосылки Так или иначе Все равно Есть космические эпохи Которые способствуют Построению Данных эгрегоров И вот здесь Как я уже сказал В эпоху Лисы Как раз В человеке Проявляются Те или иные Свойства И качества Вот И Рода Ну спрашивается Почему Славяне Имея такой Сильный дух Такую Совесть Связь С предками Такую сильную Культуру Так легко Поддались На Те же Посылы Христианских Паломников Которые Ведь они жили у нас На Руси Долгое время Вот Они просто Знаете Как у человека Вирус Он в таком Когда иммунитет Сильный Он в таком Спящем состоянии Находится Как только Иммунитет падает Вирус начинает Активно Размножаться И берет Власть в свои руки Вот то же самое В свое время Произошло с христианами Вот как только Связь с правью Начала У нас Ослабевать То есть Ночь сварага Входила в свои права Тут еще наступила Эпоха Мары И в рода Славянские Начали воплощаться Так же Как и во все другие народы Стихийные души Они начали откалываться От родовых устоев И сбиваться Вот в такие Вот Скажем так Игрегоры Создавать их Вот Предпосылками Что сделал Сделал за эту жизнь Все Тебе Либо сожгут Либо попадешь В рай Опять же Вот посмотрите Рай Описание Это же для бездельников Где можно сидеть И ничего не делать Для старовера Для созидателя Рай Это каторга Ну как это Сидеть и ничего не делать Это же невозможно Вот Я Однажды беседовал Однажды Вот недавно Приехал Значит К нам в Омск Молодой парень Он пишет Кандидатскую На тему Идентичности Российского родноверия Вот мы с ним пообщались Он конечно был очень удивлен Вот Искренне Он еще не встречался С человеком Обладающим подобными знаниями Но это не в качестве рекламы Это констатация факта Вот Я у него в конце спросил Я говорю А вообще Ты сам себя К какому конфессии относишь Он говорит Вы можете обидеться Но я христианин Я говорю Интересно На что я должен обижаться Ну христианин Ты хорошо А ты мне Скажи В философии христианства В чем она Вот я по-моему На прошлом эфире Высказывался На эту тему И он мне Как ни странно Ответил Это Вера В спасение Это надежда Даже Надежда На спасение Я говорю Спасение От чего От гиены Огненной Это говорит У вас У староверов Вам У родноверов Вам проще Вы же живете Не одну жизнь А мы-то живем Одну жизнь Вот все Что мы За эту жизнь Натворили То Нас потом И спросят Я говорю Ну вы Жестко живете У вас как в игре Без сохранения Только один шанс Вот Но с другой стороны Ведь в этом И смысл Если бездельнику Дать возможность Сказать Что ему Вот У тебя там еще Жизни куча Впереди Он скажет Да зачем Я мне в этой жизни Что-то делаю Тогда следующее Сделаю Это для Человека более развитого Для него Жизнь Следующая Это как Возможность Еще что-то сделать Еще в чем-то реализоваться Еще чему-то научиться Это стимул для него Не успею в этом Следующее Доделаю Не откладывайте на завтра То что можно сделать Сегодня Понимаете Это принцип Созидателей Более организованной Высокоорганизованной Души А слабоорганизованной Души Это наоборот Возможность Полениться Вот Соответственно Все эгрегоры Они построены Именно таким образом И я вам хочу сказать Что я не видел Еще ни одного человека Которого бы Эгрегор Держал у себя насильно Как только человек Дорастает До уровня Внутренней самоорганизации И самоопределения И самостоятельного пути Его эгрегор Очень легко отпускает В том числе и христианский То есть Все Дозрел Иди пожалуйста Спокойно И тебе никто Слово не скажет По крайней мере В моей практике Таких Людей Которых там Христианство Насильно удерживало Или как-то Издевалось над ним Я не видел Я не знаю Удерживать себя Может только сам человек Захвата внутренних образов Когда он их отпускает Он совершенно спокойно Идет дальше Развивается И никто его Не задерживает Вот Поэтому Это Системы И соответственно Если брать Иисуса То во многом Иисус Так вот Образно говоря Это вообще солнце Которое Светит И дает Энергии Именно такие В эпоху Мары Именно так он проявляется Потому что Если вы посмотрите Христианские праздники Они все к солнцу привязаны Рождение Иисуса На Калиду На рождение Нового солнца Пасха Возрождение Его Воскрешение Это на Ярилу Вешневу Когда Медгарде На Медгарде Земле Ярила нарождает Жизнь И так далее Все праздники Христианские Они все к солнцу привязаны Ну не совсем Бо я сказал Что все Вот есть праздники Которые привязаны К луне Привязаны к солнцу Вот те которые К солнцу привязаны Они четко расставлены По солнечным дням Состояния Родинстве А есть так называемые Блуждающие праздники Связанные с луной Поэтому Вопрос-то был Правда ли что Древнее христианство Изначально все-таки Имело Это были Ведические знания Древнее христианство Что вы под этим подразумеваете Вот вопрос Ну раннее Первое христианство Которое появилось Иисус был иудеем Изначально И изначально Он родился В семье иудеев Если вы посмотрите Евангелие Он был чистокровный Иудей От колена Давида Это вообще был Один из Самых Крутых евреев Равинов И звали его Раби То есть учитель Если уж на то пошло Насколько у равинов Вернее у евреев Было и ведическое знание Ну я не знаю Не ну давай так Он же как-то Там Если судить в писании Вот он был мальчик Там до определенного возраста А писания есть Потом раз Дырочка И потом К тридцати там Трем годам Он опять появляется Могу сказать только По Евангелии Что если была Такая личность Вот Прототипом Который стал Вообще Иисус Вот Она по всей вероятности Была Потому что построен Игрегор А Игрегор От слова Эго То есть Личность То я Я вам хочу сказать Что он Обладал Колоссальными Умениями Самое главное Если он умел Ходить по воде Если он Мог воскресать Воскрешать Мертвых Вот Ну по всей вероятности Не то чтобы мертвых А просто находящихся В коме Вот Он умел Исцелять И его целительская сила Была невероятная Он Если уж Ну то пошло Добровольно Пошел На Такое вот Самоуничтожение Он обладал Действительно Колоссальной силой Это Бесспорный факт Однозначно Вот То есть Такое Простой человек Сделать не мог Вот Насколько это были Магические знания Или ведические Насколько они Относились к нашей Ведической культуре Ну опять же Мне сложно сказать Потому что У меня нет склонности Вот вообще Всю землю Называть ведической Здесь слишком много Культур Традиций Представителей Других народов Других земель Рас и так далее И у каждого Свои Своя культура Своя традиция Свои устои И свои корм Ведь Земля изначально Была Межгалактическим Пересечением Торговых путей Здесь На Мидгард Земле Пересекались Четыре Межгалактических Торговых путей Четыре Представляете Сколько здесь было Представителей С разных земель Вот они Сейчас Основная масса Здесь и осталась Поэтому И непонятно Вообще Почему Это тут Уже Запустили Такую тему Вот эти Создатели Анунаки Создатели Вот этих Семитских Народов О том Что якобы Все человечество Произошло Но это же Чушь полная Ни одно Научное сообщество Не поддерживает Данную теорию Не говоря уже Про генетику Вот Поэтому Насколько У евреев Вообще У древних Скажем так Евреев Было Ведическое Знание Я не знаю Ты знаешь Мне кажется Здесь все очень просто Объясняется Дело в том Что те Кто изучает Христианство Серьезно изучают Не просто Читают Ветхий Или Новый Завет А те Которые изучают Другие Культуры Где Есть Пересечения Они Понимают Что Христианство Это явился Некий Такой Сборник Из Более Древних Религиозных Культов Других Народов Как и В принципе В Ветхом Завете Тоже Некий Сборник Более Древних Каких-то Писаний У порядочных Под определенных Людей Под определенные Рода И так далее И Опять же Те Кто изучают Серьезно Христианство Ученые Не просто Люди Которые Носу Поковырялись Достали Сказали Это вот так Нет Те Которые Изучают Серьезно Они говорят Что Иисус Это собирательный Образ И Из множества Других Каких-то Образов Где Вот воедино Сложилось Умение Вот этого Умение Вот этого Умение Этого Причем И в протяжении Не только там Что это было Две тысячи лет назад А еще и протяженность Там почти тысячу лет Когда это Дособирали Вот Недаром Существует Предание Родомире Что вот Ну даже целая Есть интересная теория О том Что Родомира Потом Христом-то и сделали Вот Однозначно Нельзя здесь подходить Поэтому Когда нет Однозначности Говорить о чем-то Что вот было Так или иначе Здесь вообще Мне кажется Неправильно Потому что Вот даже если Вот Игорь Панько Написал В твой адрес Сам Иисус говорил Что он Не Давида сын В Евангелии написано Недословно Как Давид Может быть мне отцом Когда сам Называет меня Господом На мой взгляд Это как раз Подтверждение того Что это Собирательный образ Потому что Изначально Четкое Дается Точное Представление Каких колен Какого Ответления Сам Иисуса Родов Каких А потом Вдруг Дается Такое Повествование Что он не может Боим быть отцом Потому что Он называет Меня Господом То есть Здесь Все так Интересно Закручено Так интересно Здесь связано Что человек Который Внимательно Не с точки Зрения Какого-то Такого Пиетета Перед Ветхим Или Новым Заветом А просто Внимательно Начинает читать То Перелистывая Бывает Одну страницу После прочтения Предыдущей Он понимает Что здесь Написана Противоположность Тому Что только Что читал До этого И когда Начинает Разбираться У него Мозги За коряку Так становятся О том Как же так Вот тут Это было одно Вот тут Было другое И вот Многие Говорят Ну вот Он же там До всех Сделал Знания Принес Для всего мира Но ведь Изначально Когда он Отвечал Своим Ученикам О том Кому он послан Послан Только Погибшим Овцам Дома Израилева И нельзя Свои вот эти Учения Знания Раздавать Другим Иначе Это все равно Что вы Отнимаете У детей Еду И бросаете Их в сам И не мечите Бисер перед свиньями То есть Другие народы Кроме иудейских народов Для него Были Псами Что очень Неуважительно По восточным Меркам И свинья Что совершенно Уже неуважительно Это уже Презрение полное И когда Говорят Ну вот же он там Спас женщину Которая просила Вот как раз Когда он и говорил Не мечите бисер Перед свиньями И так далее Так это же было Исключение Для другого Народа Вот женщина Уверовала в него Как спасителя своего И это было исключение Потому что он пришел К иудеям А сегодня у нас Получается наоборот Сегодня у нас Очень интересно Так завернуто Иудеи К которым он пришел Его не признают А те Которым он помог Ну в виде исключения Они его принимают Полностью То есть Вот с любой стороны Сейчас на современное Христианство Обратите внимание Здесь целый комок Противоречий И поэтому Нельзя однозначно Мне кажется Говорить Что было вот так И так И нельзя Однозначно Отвергать Что этого Не могло быть Потому что Здесь Есть и добавление Из разных учений Здесь есть И собирательность Образа Здесь есть И переписывание Нового Завета И некое упрощение Торы В переведенном виде Для всех других народов То что сейчас называется Ветхий Завет Это все сплетено Это некий пласт Культуры Игрегриального Такого характера Где Однозначного На мой взгляд Тоже ничего нет И если человек В этом находится Значит с какой-то целью Это все существует Для чего-то это есть Это однозначно Другой вопрос Что бывают Такие случаи Когда человек Перерастает Это И таких случаев Огромное количество Человек Ища Ища Например Поддержку В чем-то божественном И высоком Идет Или В церковь Или идет В мечеть Или еще куда-то идет Он там получает Некие Удовлетворения Некое Успокоение Ну необходимо Человек успокоиться Какой должен быть Этап успокоения А потом Когда он Начинает Внимательно изучать Он понимает И нестыков Какие там есть И начинает копать Глубже И вот тут тогда Бывает очень много случаев Когда он приходит К чему-то родному Более древнему Вот если Таким образом Мы рассматриваем Что церковь Что церковь Является Отсеивающим Таким Или Удерживающим Элементом Для людей Для незрелых душ Про которые ты упомянул Да Которые появлялись В ночь сварага То это вполне естественно И это даже На данном этапе Очень правильно Ну как Можно Например Ребенка С понятиями Первоклассника Запускать сразу На госэкзамены Там В институт Он еще ничего не прошел Он Оказался в институте Случайно Экскурсию Грубо говоря Пришел Где некоторые двери А там Госы проводятся Его раз Там и выдвинули Ну неправильно Поэтому Должна быть Некоторая последовательность Должно быть Некоторое Соответствие Тому Что человек Сейчас может понять Что душа Его способна Освоить И плюс еще Какой урок Ему Сверху Был назначен И какая И душа Какой урок Восприняла Так что здесь Все Неоднозначно Никогда Не делать Не упрощать Этот мир Он очень интересен Вы Очень многие Ну и не вы А очень многие люди Сбрасывают себя В дуальность Такой вот Да Хорошо Нет Плохо Черное Белое Все И другого для них нет Но это же упрощение Это Обворовывание Самого себя А когда вы Видите мир Упрощенный Он перестает Играть теми Красками Цветами Какие Есть на самом деле Вы не получаете Всего того Что есть Потому что Он откликается На ваш запрос Вы его упростили Но он простой И представляется А потом Вы не можете найти Выход из ситуации Которая возникла Перед вами Потому что Вы уже упростили И в да и нет Она не вкладывается Это как в анкете Заполнить только на да и нет Отвечайте Я никогда Такие анкеты Не могу заполнить Потому что Ну как Я заполню Да и нет Потому что В вопросе Я вижу Что возможно так Возможно так А было еще и вот так А мне говорят Да и нет И поэтому Такие анкеты Я ручку кладу Говорю Извините Такую анкету Заполнить не могу Вот Принцип упрощенности Он как раз Подходит для тех Кому эта упрощенность Необходима в данном мире Вот мне кажется Как-то так Ну что Идем дальше Да Я кстати Вот хочу добавить Ты замечательно Все добавил Все рассказал Но Друзья мои Вы не забывайте Что у нас сегодня Вообще рожан А не Иисус Христос Вот Давайте мы Либо на другом эфире Либо в другом Другой аудитории Да здесь вообще Если уж делать Про кого-то другого Так надо сделать На самом деле Отдельную передачу Ну раз Вопросы такие уже появляются Тут даже Целая дискуссия тут была Вон она продолжается Кстати И тут о коленах И про масонов уже пошли Сейчас нас про масонов Начнут спрашивать Спрашивать Так Вопросы эфира От Олега Зыркутска Подобный вопрос Задавал в эфирах Теперь задам тебе Дорислав Если у человека Нет инстинкта Отцовства Или материнства То зачем И какие Воплощаются души В семьях людей С какими Несемейными качествами Ведь боги Дают человеку Душу и совесть Благодарю Так Что-то я его Не совсем понял Ну так Смотри Вот У девушки Отвечать Здесь конечно Нужно Разбираться Немножко В законах Кармы Вот То есть Каким образом Получают То или иное Воплощение И Там Не все так просто Как кажется На первый взгляд Что душа захотела Выбрала и пришла Вот Во-первых Инстинкта Отцовства И нет Как такового Вообще В природе Вообще Очень мало Животных У которых Есть инстинкт Отцовства Вот материнский Инстинкт Да Вот он есть А вот Что касается Отцовства То это Больше Относится К культуре То есть Здесь Очень важно Понимать Что существует Двойственный Мир Мир инстинктов И мир Прививки Мир культуры Который Прививается Человеку Так вот Супружество На единую жену Должен муж Посягать А иначе Спасение Вам не узнать То есть Есть инстинкт Размножения Который Гласит Встретились Спарились Разбежались Все Вот основная масса Населения Живет сейчас По таким же принципам Инстинкты Вот То есть И основной инстинкт Даже приоритет Государства Отдает матери Потому что У нее инстинкт Основной Материнский инстинкт Не отцу То есть Даже государства У нас сейчас Стоят на позиции Инстинктов А не культуры Вот По культуре Воспитывать Должны Оба родителя То есть Ну нет приоритетов Ни у отца Не у матери Потому что Чадо Воспитанное Без отца Или без матери Оно так или иначе Будет Неполноценным Отец дает Дух и устой Внутренний А мать дает Тело И материальное Обеспечение Вот Ни одно Ни одно Ни другое Не взаимодополняет Друг друга То есть Папа не может быть мамой А мама не может быть папой Это во-первых Во-вторых Души воплощаются По-разному Вот И здесь Есть Воплощение По желанию По реализации А есть наказание То есть Чтобы однозначно Сказать Почему душа Пришла в эту семью И какая именно Душа пришла То Тут очень много Составляющих То есть Закон Карны Гласит Первое Чем выше Сознание человека Тем больше Он управляет Своим Воплощением Потому что Как правило В жизни Мы всегда получаем То, чего не понимаем И то, что мы отрицаем Человек Который в прошлой жизни Гнобил евреев К примеру Как вариант В этой жизни Может получить тело С кровью Еврея То есть У него либо папа Либо мама Будет еврей И он получает себе Вот такое вот Тело Вот с таким вот Конкретно Изъяном Либо например Ко мне Однажды обратился Может быть я рассказывал Может быть нет Значит парень один И попросил Чтобы я посмотрел Его сына И я очень интересную Картину узнал У него сын ДЦП То есть тело Практически поломанное Вот зрение Очень слабое Я посмотрел Он оказался Палачом То есть Палач Большую часть жизни Проводил В Балахоне У которого Только прорезь для глаз То есть Он любил свою работу То есть Основной Образ Который Запечатлело Подсознание Это поломанное тело То есть он же ломал тела Тем более Ему это нравилось И видел он В своей жизни У него сын только поломанные тела Соответственно В этой жизни Так как у него сознание Было очень низкое Он получил Он сформировал тело В трубе матери Именно поломанное Потому что у него Подсознание Сформирован образ Поэтому Исходя из этого Я вам хочу сказать Что То что вы не довидите Вы этому сливаете сил Гораздо больше Нежели то Чего вы любите Вот Значит Если вы что-то Отвергаете Или отрицаете У вас есть Подсознание Захват данного образа По этому образу Вы в следующей жизни Можете получить тело Поэтому Здесь Чем выше Ваша осознанность Чем выше Чем выше Ваше понимание Мира Чем меньше У вас захвата Чужих образов И захватов Скажем так Вообще Непонимания Или отрицания В этом мире Тем больше Шансов Что вы Следующее Воплощение Получите Именно по вашему Желанию И по вашей Реализации То есть Вот вы Планируете То есть В этой жизни Вы прожили Но вы хотели Стать воином К примеру В следующей жизни Вы получите Тело В семье воинов Которые дадут вам Тело со всеми Кондициями И вам не придется Его слишком сильно Форматировать Или трансформировать Вот Но много Внешних Внутренних обстоятельств Таких как Например Вот Очень часто В такие сложные Моменты для рода Как вот сейчас Многие рода Засыхают Воплощаются Более Души Более Высокого Порядка Именно Они Начинают Вытягивать Род На новый уровень И социальный И моральный И духовный Вот Как правило Это более Зрелые Души Более Самоорганизованные И даже Если они Рождаются В неблагополучной Семье Вот Они Эту фамилию Выводят На совершенно Другой уровень Вот И они Начинают Все заново Вот То есть Это можно Привести Пример Простой Есть дуб Например Больной дуб Который Вот-вот Уже Засохнет А есть Желуди Которые На нем Растут Вот эти Желуди Падают И начинают Все заново Вот Поэтому Воплощений Разных Много И Нельзя Однозначно Ответить на вопрос Почему в ту или иную Семью Воплотилась Душ Родился ребенок И с какой душой Он пришел Каждый Случай Индивидуален И уникален И разбираться Нужно Конкретно В каждом Случай Вот и все Согласен Следующий вопрос От Добрыни С Татарстана Почему пять лет Не получалось Зачатие ребенка И только через пять лет После лечения Получилось Ну правильно После лечения Значит какой-то Был физический изъян Это во-первых А во-вторых В пять лет Вы Внимание Уделяли Детородному Инстинкту Соответственно Туда Силы Вливали Вот И получили результат Это хорошо Что хоть получили Куда Направляли Своё внимание Туда шла энергия Куда шла энергия И так далее Всё Вот опять же Говорили буквально Полчаса назад Так Идём дальше Идём дальше Данил Комментарий Дополнения в эфир Инстинкт По-русски Этимология Происходит От латинского Инстинктus Естественное Побуждение То есть Побуждение Можно так говорить Естественное побуждение То есть получается Материнский инстинкт Материнское чутьё Чувство матери К ровному Родному Ребёнку Ну дальше Идём Вопрос эфир От Сергея Съелустона Вот так Интересно Что такое Душа И дух В чём разница И как понять Что есть что Душа Это матрица Информационная Которая Накапливает Себе Информацию Из жизни В жизнь То есть Это то Что окружает вас То есть Ваш окружающий мир Именно из души Происходит Отражение Всего вашего Окружающего мира Вот То есть Душа Это Информационная Матрица Дух Это силовая Структура Которая Все силовые Линии Которые Пронизывают Тело И которые Стремятся К управлению То есть Дух Это Каркас Это шнурки Затянутые Или распущенные Распоясанные Или опоясанные То есть Дух Это управление Душа Это творчество И реализация Алексей Тарасов Вопрос В эфир Добрый вечер Можно ли привлечь Душу Из своего рода Если ты У жены Не первый Что нужно делать Из своего рода Но Во первых Нужно Жену Любить Это первое То есть Наполнить ее Своей силой Ваша сила Проникая В нее Переплавит Перекроет Пере Скажем так Отформатирует Как по современному Сказано То есть Перекроет старый образ Переплавит Вот То есть Вариантов Других нет Естественно Женщина Тоже должна Вас любить Она должна Воспринять Себя Вот И Всегда говорили Что женщина Кого под сердцем Носят Того И В чреве Выносит Вот То есть Женщина Она Организм В нее Так устроен Что она Действительно Вот То От кого Она Получает Силу Вот На того Во многом Ребенок И похож Вот Если она Не любит Мужа А любит Соседа То Сосед Даже если Муж Зачал Качество Черты Характера И Внешности Могут Быть От Соседа Хотя Она Ничем Не изменяла Вот Соответственно Конечно же В первую очередь Нужно Свою Супругу Любить Наполнять Силой Вниманием Заботой Окружить Своей Заботой Это Первое Что Нужно Сделать Если Вы Хотите Что Касается Привлечения Души То Здесь Очень Тонкий Процесс И Не имея Каких-то Знаний Умений И так далее Очень сложно Сказать Что Вы Привлекли Душу Она В любом Случа Придет Из Вашего Рода Другой Вопрос Из Какого Уровня Потому Что Родовое Древо Любого Человека Проникает Не только В нашу Реальность Она Живет По другим Мирам Реальностям И в Одном Роду Могут Быть Сразу Несколько Сословий Как Это И было Раньше Вот То есть И селяне И купцы И месленники И бояре И воины И князья И волхвы Они все могли быть Одного рода Племен Вот Соответственно Во многом Конечно же Сути Перед воплощением Они выбирают Отца И маму Вот По их Определенным Качествам Вот Еще Можно добавить Что В момент Зачатия Происходит Фотографирование Папы И мамы И чата Получает Срез Наследственных Качеств Устремлений И Вот Тех Вот Ну Качеств Которые Есть у Папы И мамы На данный Момент Поэтому Если вы Например Развратничаете Там Гуляете Веселитесь То Сын У вас Родится Примерно С такими Качествами Но Здесь Вы Как говорится Уверовали Вот Вдарились В религию В духовной Практике Поменяли Свою Жизнь Вот А сын Так и Остался На том Уровне Вот Он Как Пришел К вам Вот С того Уровня В котором Вы Были Тогда Так Вот Он И Есть Поэтому Очень Часто Дите Отражание Вот Именно Того Состояния Человека В котором Он Пребывал На Зачатии Ребенка Вот Поэтому Для того Чтобы Привлечь Душу Своего Рода Нужно К своему Роду Обращаться То есть Конкретно Обращаться К предкам Чтобы Они Послали Душу Суть На Воплощение В вашем Роду Что Вы его Ждете С радостью Примите Вот Ну А то Насколько Женщина Смогла Воплотить Чадо Ну То Что Суть С вашего Рода Будет Если Вы Живете В родовом Устове Это Однозначно Единственное Что Оно Может Иметь Качество Наследственные И признаки Первого Мужчина Все Здесь Зависит От Вашей Любви Чем Сильнее Любовь Вот Тем Сильнее Ваш Образ Внутри Женщины Вот Тем Сильнее Он Является Таким Доминант Вот Поэтому Все Зависит От Вас От Вашей Любви К Женщине От Вашей Энергии От Вашей Мужской Яре Вообще От Вашей Способности Быть Мужчиной В общем Любовь Наше Все Хорошо Идем Дальше Алексей Горасов Сегодня Был В Москве В районе Белорусского Вокзала Выстроился В очередь Передвижной Пункт За прививкой Печально Все Это Потом Человек Не Понимает От Чего И Почему Это Реплика На самом деле Вы же Не Знаете Что Там В эту Прививку Еще Намешано Помимо Крик души Да На самом деле Вы же Не Спрашиваете Покажите Мне Пожалуйста Сертификатис Покажите Мне состав Прививки А что Там Вы же Не Понимаете Этого И поэтому Вколоть Вам могут Чего Угодно И потом Будете Удивляться Ой Чего Это Мне Тут Вылезло Так Волга Вопрос Эфир Как Правильно Провести Празднование Дня Богини Рожан С Родственниками И Друзьями Так Ну Я Уже Там Часть Не Просто К примеру Не Получилось Поехать К вам На праздник Вот Они Троем Дома Собрались У меня На странице Вконтакте Я Выложу Ославление Которое Мы читаем На праздник Крожане Вот Выложу Значит Обряд Что читается На обращение При обращении Женщин К стихиям Крожане Вот Ну Все Хорошо Подожди Давай так Разыграем Такую сценку Вот К примеру Появилась Девушка Или мальчика Ну Мужчина Вот в семье К друзьям Пришел Сидят они За столом И он послушал Этот эфир Естественно Если он сейчас Начнет Говорить Какие-то Такие Правильные слова Типа славления Ну Его люди Со стороны Которые Не слушали эфира И не в теме Могут немножко Не понять Каким бытовым Образом Можно людям Можно людям Намекнуть О том Что Вот Сегодня Такой Замечательный Славянский Древний Праздник На него Делали Вот это Вот это Давайте-ка за столом Чаек Нальем И Что-нибудь Такое Сделаем Чтобы Интерес какой-то Появился У людей А не так Сразу А давайте Славление Прочтем Давайте костерок Сейчас зажжем Вот есть какой-то Бытовой Такой вариант Для людей Которые еще Очень далеки Но которые Есть вероятность Что они все-таки Интересуются Ну чем-то таким Вот Пока еще Не понимают Чем Но что-то у них Там в глазках Горит огонек Ну что я могу Сказать Ну сварите Уху И щуки Рыбу Красное Перо Ну а о чем-то Поговорить О чем поговорить Это можно Нет у меня Бутовых Вариантов Для проведения Данного праздника Я вам скажу Ну сели за стол Там им что-то сказал Такое там Предложение какое-то Хорошее Они сказали Ух ты Сели за стол Съели щуку Ну вот И поздравили Друг друга Вместо того Чтобы пустить ее В море И загадывать желание Они взяли ее Съели Какой же ты все-таки Ну ладно Ладно Давай дальше В общем Хотите с родственниками Что-то праздновать По-нашенски То давайте-ка Выходите на улицу Ну хотя бы Выйдите на улицу Разведите костерок И прочитайте Славление Рожане матушки Ну хотя бы так Ну сидя за стол Ну хотя бы Своими словами Да Хотя бы своими словами Нет я говорю Я вконтакте Выложу славление Вот Которые мы читаем На рожану Вот То есть Можете искупаться Тоже обратившись К рожане Чтобы она Смыть себя Старого Вот И родиться В новом качестве Ну Сложно сказать Как праздник с обрядом Это таким Достаточно серьезным Вот Реализовать В таком В квартирном варианте Ну Ты знаешь Я наверное Ответил вот так Вот мысль есть все Если вы прекрасно Если даже вы забыли Какие-то слова Но если у вас сердце Открыто Если вы чувствуете Что это все-таки Очень важный праздник Если вот эта сущность Великая Она для всех нас Велика Потому что Благодаря ей Вы сейчас и присутствует Благодаря ей Рода продолжались Благодаря ей И ваш род может продолжиться А может быть уже продолжился Ну вы хотя бы Своими словами Поблагодарите ее Хотя бы Ну что-то такое доброе В ее В сторону Пошлите Ну своими словами Вот это у вас Как бы первый шаг Такое небольшое пробуждение Перешагивание Через Стыд Какой-то Вот этот Навязанный Какое-то Неудобство Что вы говорите Что-то доброе У нас сейчас мир какой-то злой Люди боятся Доброе говорить Какая-то Неуверенность в себе Вы через это Перешагнете Вы почувствуете Как это здорово вообще Как это классно Как это отлично И в следующий раз Вполне возможно К следующему уже празднику Вы найдете Вот это обращение Вы найдете Это славление Вы уже Запомните эти слова Вы уже предложите Не просто в доме Посидеть за чаем И поговорить О чем-то высоком А уже выйти во двор Или какой-то там Лесопарк ближайший поехать А может быть Бабушке в деревню приехать И там коллективно Дружно Сделайте уже Что-то похожее Вот на обряд А через год Через два смотрите Вас это вообще там Раскроет Вы почувствуете Что энергии пошли Что жизнь Как-то стала меняться Вокруг раз Правильные люди Стали появляться И слова ваши Стали выстраиваться Правильно И мысли упорядочиваться Да вообще Все классно становится И вы тогда поймете Что вот Не зря Вы Дорислава Слушали Не зря Так Идем дальше Виталий из Киева Вопрос эфир Здравия Дорислав Какой оберег Приобрести себе Для усиления Перуна в себе Благодарю Перуницу Лучше всего А приобрести ли Или как-то Заказать Или самому сделать Вообще Ты же сам понимаешь Что касается оберегов То это целый эфир Можно сказать Понял Все Короче Перуницу Дальше идем Все Время уже в принципе Эфира закончилось Я сейчас посмотрю Ты будешь отвечать Я еще Один-два вопроса Интересных посмотрю И будем заканчивать Вопрос эфира От Олега Заркутска В современном мире Лебедь это образ Ласки Кротости Чистоты Но в природе Это довольно агрессивная Жестокая птица Не зря в природу В определенном радиусе Не зря в пруду В определенном радиусе Более двух лебедей Вместе не плавает Лев символ благородства Мужества А в жизни лев Спит Ест Охотится Львица Занимается сексом И убивает львят Конкурентов Голубь символ мира Ну и так В общем здесь Приводится много чего Один медведь Один медведь И рыбу ловит Охотится И ягоды употребляет И мед Ну и так далее В общем здесь Вопрос такой Не думаешь ли ты Что знак медведя Не формально И официально Существующий В наше время Во многом соответствует Русской мысли Ментальности Так как в обычаях Наших предков Этот зверь Неотъемлемо присутствует Комоедится И так далее Да и в некоторых Боевых обычаях Славян И стойка медведя И стиль медведя Существует Благодарю То есть до этого Приводились голубь Лев И лебедь Как-то они Не очень такие А вот Мишка Он наш такой Молодец Все ведает Знает Наш товарищ Ну я бы не стал Вот прям на медведя Вставку делать Потому что у нас В сказках Есть характеры волка Характеры лисы Характер заяца Характер медведя Характер петуха Кота Очень много животных У нас присутствует В сказках Они же не зря присутствуют Там То есть это все Характеры И проявления Человеческих Вернее как Характеры Человеческие Вот Поэтому у нас Есть медведи Есть волки Лисы Коты Петухи Много разных Олени Косули Много разных Животных И я бы не стал Но медведь Он Конечно у него Много хороших Таких качеств Но я бы не сказал Что вот прямо Все качества У медведя Орел например У него свои качества Вот И насколько я знаю Медведь Он слеповат Вблизи Вообще Плохо виден У него в основном Обоняние А орел У него очень Хорошее зрение Вот То есть Не стал бы я Вот Прямо вот Медведя Медведь хорошо Для единороссов Вот Доедим Россию Как говорится А то что Не доедим То где-нибудь Припрячем Пусть попреет Вот Реально Так Поведение Медведя Очень похоже На наших Правителей В общем Не все так Однозначно И поэтому Так Не все Однозначно Да Опять Давайте Не подходить Так черное Белое К этому Миру Вот это Плохое Это Хорошее Все Если в этом Мире Есть Для чего То Нужно Вопрос Как И для чего Вы это Используете Это Один из Вариантов Один из Характеров И стилей Всего лишь Один из Так Дальше Вопрос от Олега Зыркутского Как Особенности Характера Естества Человека Доставшиеся От богов И предков Отличить От догм Стереотипов Которые Ложатся Клеймом На современных Людей Благодарю Ну Дорогой Олег Для того Чтобы Отличить От Отпечатков Догм Стереотипов Необходимо По крайней мере Уехать в деревню Выключить Телевизор И пожить И послушать Самого себя Это Для начала То есть Для того Чтобы Определить Что в тебе От богов И предков А что От общества И стереотипов Нужно Найти Самого себя Для начала То есть Научиться Отличать Где твое А где чужое В городе Сидя за компьютером Это однозначно Не сделаешь Вот Потому что Как я в самом начале Сказал Все общество Управляется Образованием Вот А я так понимаю Что многие из вас Только это Первый раз в жизни Услышали И скорее всего Пропустили Мимушей То есть Где в вас Чужие образы Заложены И какие Это Разбираться На всю жизнь Хватит И где Ты Конкретный Истинный И причем Где твое Истинное Ведь мы уже Сказали Это как Характер Естества Человека Доставшегося От богов И предков То есть От богов Получается Это то Та суть Которая сотворена Богами Та матрица Которая Потом Совершенствуется Из жизни В жизни Накапливает Информацию И предки Это Наследственное Качество Которое Ты получил Конкретно В этом Воплощении В этом Роду Для того Чтобы Знать Качество Предков Нужно Почитать Родовую Книгу Для начала Которую У тебя Скорее всего Нет Вот То есть Нужно Покопать Посмотреть Какими Качествами Отличались Предки То есть Какие Конкретно Наследственные Качества Преогладают В вашем Роду Вот Это Это Первое Ну и Естественно Необходимо Вообще Знать Хотя бы Прошлую И позапрошлую Жизнь Чтобы Примерно Представлять Что из себя Представляет Суть Твоя То есть Для чего Она сюда Пришла Какие Какие Уроки Она прошла Чему Она научилась То есть Могу Вам сказать Однозначно Это Занятие Не одного Дня И даже Месяца А порой Не одного Года Чтобы Научиться Отделять Стереотипы От Истинных Внутренних Качеств Есть Такой Эфир Развернутый Сокращу Его Очень Долго Читать В детстве Парни Накормили Соседи Каким-то Наркотиком Потом Ввели его Гипнотическое состояние Дополнительно И управляли В таком состоянии Он угнал отца Автомобиль И В общем-то Потом Наутро Ничего Не помнил А Спустя Какое-то Время Через 15 Лет Стал Пелена Гипноза Попадать С глаз И он Стал Проясняться Вопрос Что Мне делать Теперь По мнению Соведущего С тем Что Со мной Произошло Раньше Что На меня Было Такое Воздействие И Вообще Что Делать Вообще Как жить Как от этого Избавиться Наследие Такого Гипнотического Вот это вопрос Да ты думал Это уже терапия Конкретная Ну во-первых Тут нужно понимать Что С одной стороны Незнание закона Не освобождает От ответственности Это во-первых Вот То есть Но Опять же Наказывает Человек Как правило Всегда Всегда Сам То есть Если Он совершил Какой-то поступок Этот поступок Его все время Мучает То Он сам себя Все равно Накажет Вот Если человек Делал это Неосознанно Вот И у него Не было Осознания Что это он Во-первых Если Его Принуждали К этому То Ответственность Во многом На тех Кто принуждал Вот Поэтому Здесь Конечно же Совесть Если человека Мучает Вот То Для начала Нужно Исправить То Что Было Сделано Неправильно На твой взгляд Вот Ну А во-вторых Что такое Переживание Переживание И пережевывание Это одно и то же Если у вас Произошел Какой-то Огрех То есть Это значит Событие Как энергия Энергия Вернее Данного события Находится В вашем поле И вы его Все равно Будете переживать Пока не пережуете Пока не переварить Вот От него можно избавиться Его можно выписать Его можно Как-то От него почиститься Переформатировать Вот Но Вот здесь Мне непонятно Что конкретно Человек Соведущий В чем его Переживание То есть Он переживает За то Что машину угнал Он переживает Он сейчас Дописал Вопрос Продолжения Как поступить С открывшимися Сведения То есть У него теперь Понятно Что его Вводили в гипнотический Транспорт Действия бытовых Наркотиков И он В этом состоянии Что-то сделал То есть Ему открылось Что он это угнал Открылось Что над ним Вот так вот Поиздевались В гипноз Ввели Причем там Хихикали Как он там Написал Над ним Ну конкретно То есть Над парнем Поиздевались Вот И теперь Это все У него через 15 лет Открылось Он все Вспомнил Как они его Вводили в транс Там пальцы Считали От одного До пяти От пяти До одного Ну там Такой Очень развернутый Был вопрос Я просто сократил И вот сейчас Он мучается Что с этим Всем делать С этими воспоминаниями Что Что сделать Пойти в пятак Этим людям Настучать Или как бы Самому-то Мучение происходит Он не может Определиться Ну Сказать однозначно Что Вот на этот вопрос Ответить Прям вот так Вот смаху Очень сложно Потому что Нужно знать Причины Того Никогда Человек Не попадает Просто так В какие-то ситуации Всегда есть Для этого Какие-то предпосылки Именно внутри него Самого Вот Поэтому Почему он попал В данную ситуацию Вот И что с этим делать У нас есть С одной стороны Законодательный Скажем так Сборник законов И ответственности Уголовной Административной Вот Но здесь Я так понимаю К этому же Никак На них же Не докажешь Да Давно это было Не докажешь То есть Что сделать Что человек Реально может Сделать В данном случае Чтобы не испортить Себе жизнь В первую очередь Вот Если с ним Это произошло То Конечно Совесть мучает Конечно Хочется Как-то С ними Расплатиться Рассчитаться Вот Но я бы Все-таки Предложил Это все Оставить Потому что Однозначно Сколько бы случаев Я не встречал В своей жизни Всегда Во многих Ситуациях Был виноват Сам человек Ну Вот Такой пример Если интересно Я могу рассказать Там в течение Одных-двух минут Ко мне обратился Человек Мы с ним Занимались И он Рассказывал Свою историю Что В начале 90-х годов Он Со своим Компаньоном Они начали Заниматься Бизнесом Вот Только вышли Из государственных Структур Строительных Он Значит Своему Компаньону Купил Квартиру Машину Подарил Вот А потом Его компаньон На 15 миллионов Кинул И вот Он говорит Я хотел сначала Его убить То есть Конкретно Но Я в тот момент Уже занимался Медитациями И вот Говорит В одной из Медитаций Я долго Переживал За эти 15 миллионов Болел Хотел его Как-то наказать И у меня Открылось окно Высунулось Бородатое лицо И помахало Мне пальцем Не надо ничего делать Вот И я действительно Отпустил Пережил Вот этот человек Компаньон Потом Весь в долгах Где-то сейчас Скрывается То есть Якобы Ему и так Досталось Когда мы с ним Начали разбираться То Оказывается Произошло Произошло Следующее По вот этому Захвату Образов Он Этот человек В свое время У компаньона Украл два качества Первое Это предпринимательская Хватка То есть умение Находить Заказы Вот И умение Считать деньги То есть Благодаря Вот этому Захвату Подсознание И купило Квартиру И машину Этому компаньону То есть не просто так Никогда просто так Ничего не делается В этой жизни Вот Я говорю То есть ты у него Своровал два Качества Благодаря которым Ты сам стал Предпринимателем А он разорился То есть По большому счету Он взял с тебя Компенсацию В виде 15 миллионов За то что ты у него взял Поэтому Друзья мои Не всегда Можно Однозначно Рассудить Ситуацию Которая произошла Но однозначно Могу сказать Что всегда Человек В нем Внутри самого Его Есть предпосылки Для того Чтобы это произошло И Как вариант Может быть Этот Тот Кто задает вопрос Сам Может быть Где-то в прошлой жизни Или еще в какой-то Занимался тем же самым То есть Не могу Никогда Сказать однозначно Пока не посмотрю Человек Вот и все Поэтому Что делать Я бы посоветовал Забыть и отпустить Или отпустить и простить Вот так Пойми и отпусти Я тоже с тобой согласен С тем что Любое Что с нами происходит Оно происходит В виде какого-то урока Или Дополнения к уроку Что необходимо В жизни человека пройти Первое что необходимо Вынести О том что Не надо быть Столь доверчивым Второе Не надо брать С руку кого-то Что-то в чем-то Не уверен Это было такое Четкое управление Второе Что надо себя Постоянно контролировать Следить за тем Что ты делаешь За всеми своими мыслями Вот Ну и в третьих Тебе открылись Такие знания Того что Не все люди одинаковые Даже соседи Они всегда добрые Поэтому любить надо людей Относиться По-дружески Надо ко всем Но иметь надо К себе в голове Что не все Одинаково мыслят Как ты Вот Поэтому Вот когда ты Все усвоишь Ты с одной стороны Не озлобишься на людей Потому что ты поймешь Что все они разные И для чего-то Они в этой жизни Нужны А во-вторых Ты больше не будешь Делать тех глупостей И гадостей И эти соседи Будут тебе больше не страшны Ну нужны они были тебе Встретились Получил ты от них Ну что Теперь все нормально Больше к ним ты не попадешься Дальше Два последних вопроса Михаил из Москвы пишет Здравия Дорислав Расскажи пожалуйста Что означает Изображение символики Богини Рожаны Благодарю Так Ну На кумире Рожаны У меня Изображается Новородник То есть Символ Который способствует Новому рождению И проявлению В явный мир Вот Значит Чертог щуки Рожана Там символ По-моему Такой Как гантелька Вот Насколько мне Не изменяет память Вот Но символ Чертога Ну Я признаюсь Честно Я Не знаю Что означает Вот эта вот Гантелька Вот Даже не буду На эту тему Сочинять Ничего Потому что Ну Информации Действительно Нету Вот Символика Во многом Связана Именно с Проявлением И Проявлением Явный мир Вот То есть Ну вот Новородник Потом Пророщенное Зерно Как вариант Беременная Женщина Ну Вот Вкратце Вот так Ну Мне кажется Здесь Очень просто Из точки А в точку Б Там Как бы Вышел Поэтому Гантелька И получается Ну Не видно Она же в Наве Ну Да Но оттуда Пришел Туда И будешь Уходить Как бы Вот Твой путь Здесь представлен В виде Линии Вероятнее Всего Перетечение Из одного В другое Да Поэтому Здесь Можно Так Представить Ну В общем Ребят Не парьтесь Главное Что это Символ Есть Ну Как бы Если увидите Будете И в заключении Сейчас еще Посмотрюсь Был еще один вопрос Елена 777 Вопрос Эфир Как вы Относитесь К принятому Школьному Образованию Какие цели Оно Преследует Ну Вот На этом Наверное Мы и Закончим После этого Вопроса Ну Елена 777 Я Отношусь К школьному Образованию Скажу вам Честно Равнодушно Потому Что Пока Учить Самостоятельно Своих детей У меня нет Ни сил Ни возможностей Мне приходится Мириться С тем Государство Вот А государство Сейчас Ничего Предложить Не может Потому что У государства Нет четкой Концепции Развития Вот То есть В советское Время Было понятно Что нужно делать То есть Строили Нужны были Кадры Вот Под эти кадры Затачивались Учебные заведения Средняя школа И так далее Вот То есть Государство Видело Ведало Путь свой Каким путем Оно развивается Соответственно Под это И формировало Детей В организме Человека То же самое То есть Когда у человека Есть путь Есть цель Чем он будет Заниматься Под эту цель Соответственно И рождаются И клетки В организме Ну в общем Обучаются И Встраиваются Вот У нашего Государства Сейчас цели нет Наше государство Единственная цель Это сохранить Свои границы Вот и все То есть Цели В нашем государстве Не определены Поэтому Образование Дает Непонятно что Вообще Поэтому Каждый год Меняется Программа То есть Не знают Наши Правители Чему Учить Детей Вообще Не знают Поэтому Дают Какие-то Общие Какие-то Фразы Общие Понятия Все Общее А конкретно Ничего Нет Поэтому Я бы не сказал Что наше образование Сейчас вообще Какие-то цели Преследует Оно вообще Не знает Что делать Вот Оно попыталось Перейти на Западный Образец И Поняла Что западная Система Она Не приживается В России Она начинает Отторгаться Вот Своего не нашли Чужое Толком Не приняли И в итоге Получается Что сейчас Вот Абсолютно Беспутное Состояние То есть Цели Не определены Поэтому Чему детей Учить Непонятно Вот Я все-таки Обращаю Ваше внимание На то Чтобы вы Сами Уделяли Больше Внимания Своим Детям Вот Многие Вообще Переходят На домашнее Образование Вот То есть Сейчас Учить Детей Все зависит От того Как вы Сами Их научите И чему Вы их научите Вот Так что Вот так Я говорю Просит тебя Уточнить Координаты Как с тобой Можешь связаться В эфире Со мной Можно связаться Вконтакте У меня есть страница Дарислав Стариков Вот И мой скайп Латинскими буквами Маленькими Дарислав С На конце С как доллар Вот То есть Дарислав Стариков Так что Вот так Можно найти Меня Хорошо Все вопросы Которые Я К нам Сюда В наш чат Сбрасывал Из общего чата Я озвучил Ты на них ответил За что тебе Низкий поклон И в заключении Можно уже Пожелать Нашим радиослушателям Что-то доброе Вечное Красивое С учетом Той темы Которую мы Сегодня Рассматривали Я желаю Всем Друзья Мои В жизни Конечно же В первую очередь Это реализации Вот И Что самое главное Я опять же Хочу пожелать Это Процветание И возрождение Всем Родам Нашим Вот Как говорится Богов Вам в помощь В том числе Богиню Рожан Ну так Ну что ж От себя Дополню Что Надо изучать Свою древность По многим Причинам Которые Неоднократно Мы здесь Озвучивали Изучение Древности Дает Самоосознание Без которого Человек Не может быть Потому что Только сознание Отличает человека От животного Если у вас Нет самоосознания То в этом случае Человеком Себя называть Вы наверное Вряд ли Сможете А зверушек Человекообразных Человекоподобных Сейчас огромное Количество И Как правило Эти зверушки Все они Следуют Каким-то Каким-то Установкам Которые Извне В них Принесены Вот Нужно Какому-то Человеку С деньгами Себе Создать Армию Рабов Он идет И деньги Платит Куда-то В какое-то Средство Массовой информации Создается Некий образ О том Что так модно О том Что так выгодно О том Что так надо делать И в конечном итоге Те люди Которые могли бы жить По конам По законам По традициям Они превращаются В каких-то таких людей Которые думают Что так и надо Вот как им сказали С голубого экрана На самом деле Так ли это? Правильно ли это? Большой вопрос Но Видимо Им хочется быть Теми Кем они становятся Если они конечно Не задумываются Так вот Я В очередной раз Ко всем обращаюсь Если вы Все-таки Чувствуете Что у вас Потенциал больше Чем какого-то Биоробота Который загружает Программу К действию Если ваша жизнь Не сводится Только к тому Чтобы Быть только Рабом И хорошо Выполнять Свои Служебные Обязности А там есть Что-то еще В вашей жизни Такое Что Другим Может быть Даже непонятно То в этом случае Вы на правильном пути То в этом случае Вам следует Обращать внимание На свое прошлое Потому что Только изучив Свое прошлое Поняв Как жили Ваши предки Вы сможете Избежать Тех ошибок Которые Были Когда-то И получить Те великие знания Которые Уже до вас Были открыты И вам Они Эти знания Готовы Для передачи Напоминаю Что сегодня у нас 19 октября 2016 года Среда По одному из современных Календарей По одному из старинных 29 день Месяца Божественного начала 7525 лет А четверик Мы говорили про День Богини Рожаны Автор соведущий Дорислав Стариков Низкий поклон тебе За очень интересный Очередной эфир Жду тебя С нетерпением В следующем эфире Мы с тобой После этого Пообщаемся И определимся Когда что Наших радиослушателей Кто в чате Присутствовал Вообще Благодарю Вот как никогда Потому что Очень активная Была здесь Переписка Очень много Было правильных Интересных вопросов Благодаря В общем-то И вам Мы сделали На мой взгляд Столь познавательный Интересный эфир В общем-то Благодаря вам Существует само Радио Участвуйте в радио Создавайте его Делайте Делайте с нами Делайте как мы Делайте лучше нас Как это была Старинная такая Поговорка В одной из Телевизионных игр Насколько я помню Производство Германии В советские времена Прощаюсь с вами Друзья мои Желаем всего самого Самого доброго С вами был Алексей Орлов Народное Славянское радио До новых встреч Услышимся 13 октября 2016 года В городе Севастополь Ушел к роду странник Петр Григорьевич Никитин На Народном Славянском радио Мы проводили Несколько эфиров С его участием Но не только по радио Он был известен людям Петр Григорьевич Был очень активным человеком За свою жизнь Он прошел много стран Встретился с тысячами людей Многим помог своим Мудрым советом Или добрым делом Активно доносил Ведические знания Защищал древние памятники Культуры и искусства Обустраивал места силы И своими руками Восстанавливал Воинские захоронения Но каким бы светлым И активным Не был человек В этом мире Покидать его В любом случае Когда-то придется Каждому И там Каждому Предстоит ответить За то Что было сделано здесь Петр Григорьевич Прожил свою меру И судя по сделанному Стыдиться ему Нечего Теперь же Нашим соратникам Оказавшимся рядом Со смертным ложем Предстоит распорядиться Телом умершего В наше время У большинства Хороших людей К сожалению С деньгами бывает Не очень хорошо Требуется собрать 20 тысяч рублей Поскольку близких друзей У него не оказалось А родственники Не обнаружены Было бы по совести Ни словом А делом поддержать людей Взваливших на себя Этот нелегкий Скорбный труд Предлагаю всем Неравнодушным людям Имеющим совесть И понятие чести Перечислить на счет Указанной на нашем сайте Небольшую сумму денег С пометкой Странник Вся сумма Полностью Будет отправлена В распоряжение Наших соратников Взявшихся Проводить в последний путь Петра Григорьевича Никитина Сварга ему Пречистоя Народная славянская радио Все нужно Все важно Пречистоя Народная славянская радио Пречистоя Народная славянская радио Народная славянская радио Народная славянская радио